Часть вторая. Уринотерапия. Вступительное слово. Впервые описан механизм воздействия мочи на организм человека. Наша с вами моча оказалась удивительной жидкостью, обладающей многими уникальными свойствами. В работе исчерпывающей, разобранной древней методики дана современная расшифровка ряда уцелительных механизмов. На основе этих данных предложена совершенно другая трактовка использования мочи для укрепления здоровья. Даны конкретные примеры из практики. Данная работа расширяет кругозор читателя в методах оздоровления и покажет совершенно новые перспективы. В настоящее время возник огромный интерес к способам лечения с помощью человеческой мочи, уринотерапии. Корни этой методики уходят вглубь тысячелетий, когда помимо человеческой урины использовали и урину животных. Если проанализировать древние источники, то в них мы найдем двоякое употребление урины. Первое. Для укрепления здоровья, увеличения жизненных сил. Второе. Для развития духовных способностей, особенно сверхнормальных. Об уринотерапии упоминают многие духовные и лечебные книги Махабхарата, Библия, Источник вечного наслаждения, Ненужное для неучи и так далее. Мы же с вами обратимся к наиболее древнему и полному источнику по уринотерапии Шивамбу Кальпи, что в переводе означает Практика использования мочи для восстановления тела. Эта книга состоит из 107 стихов и входит в знаменитую Дамар Танту. В ней в форме диалога между богом Шивой. Бог Шива является создателем йоги и покровителем йогинов и также уринотерапевтов. Его женой Парвати ведется разговор о том, как правильно использовать уринотерапию. Вот смысл некоторых из них. О Парвати, теперь я познакомлю тебя с техникой, которая приносит успех. Сначала я опишу сосуд, как указано авторитетами. Сосуд должен быть изготовлен из золота, серебра, меди, бронзы, латуни, цинка, глины, стекла, бамбука, лесной яблони, раковины, кости, кожи и листьев. Сделанный из всего этого сосуд любого типа пригоден для Шивамбу. Шивамбу означает вода Господа Шивы. Другое ее название вода процветания. О богиня, глиняный сосуд хорош, а медный лучше. Далее говорится, что для достижения успеха практикующий Шивамбу или Амароли, Амароли Амара бессмертия, это слово означает неуничтожение, это метод достижения бессмертия и неуничтожения. Неуничтожение, видите как голубоко копнули наши древние предки, должен воздержаться от соленой, горькой и острой пищи, кушать легко усваиваемую пищу в небольшом количестве, не должен физически сильно утруждать себя, должен владеть своими чувствами и спать на голой земле. Практикующему уринотерапию рекомендуется вставать между 3 и 4 часами утра, привести в порядок рот, затем повернувшись лицом на восток, помочиться. При этом начальная и последняя струя, то есть порция мочи, выбрасывается, а средняя собирается для питья. Далее Шива рекомендует, прежде чем налить ее в горшок, протереть его тряпочкой и при этом произнести мантру Ом Аум Хрим, Амрит Хадев, Амрита Варшини, Амрита Кур Нос Ваха 7 раз и только затем выпить. Особо подчеркивается, что необходимо принимать внутрь только среднюю порцию урины. При этом струю урины сравнивают со змеей. Как змея содержит яд во рту и в хвосте, так и струя урины вначале выходит много желчи, а также промывается мочевой канал. В последней порции мало желчи, поэтому средняя часть содержит оптимальное количество веществ, дающих наилучшие результаты. Согласно этому и другим источникам, в основном индийским, утверждается, что шивамбу, она же урина, лекарство для смелых. Она очищает человека, является небесным нектаром. Шивамбу дар шакти. Шакти это сила, жизненная энергия космическая, которая согласно традиции выражается как женский аспект, который наделяет человека великой силой, уничтожающей старость и болезни. Великие отшельники говорили, что шивамбу является основой всех лекарств. Обработанная особым образом урина, служит одним из компонентов Амрита Коладжи, наиболее эффективного лекарства Айурведы. В другом месте бог Шива говорит своей жене Парвати, Йох, который промывает шивамбой свой нос ежедневно по утрам, то есть выполняет процедуру нети, уничтожает все болезни, происходящие от вата, пита и хапха. Вата, пита, хапха согласно Айурведе три основополагающих принципа имеющихся в человеке. Принцип вата выражается в человеческом организме. Принцип движения – это будет кровообращение, дыхание, продвижение по кишечнику. Принцип пита – это процессы пищеварения, иммунитета, регуляции температуры тела, способность ума познавать. Принцип капха дает форму всем этим процессам. От него зависит крепость тела и его устойчивость к болезням. Расстройство каждого из вышеуказанных принципов имеет свои границы в организме и выражается только ему присущими болезнями. Например, болезни принципа вата располагаются от ступней ног до пупка. Они проявляются в виде расширения вен на ногах, геморроя, запоров, болей в крестце и тазобедренных суставах, тугоподвижности суставов, зябкости и сухости кожи. Обострение наблюдается в зимнее время года. Более подробно об этом смотрите в моей книге «Целительные силы», том 1, часть 3. Его пищеварение улучшается, это уже продолжаем повествование от Бога Шивы. Значит, его пищеварение улучшается, а тело становится сильным. Очень большое внимание Господь Шива уделяет втиранию урины в тело. Теперь я расскажу тебе о процессе массажа. Ученик может пожинать сладкие плоды своих практических занятий и медитаций, используя массаж своей собственной урины. Моча, собственно, должна кипятиться в глиняном горшке до тех пор, пока не упарится до четверти своего первоначального объема. Остуди ее и используй полученный экстракт для массажа. Ученик может получить с помощью этого божественные силы и будет чувствовать себя как царь богов. Он сможет свободно перемещаться в любое место по своему желанию и будет обладать силой десяти тысяч слонов. Он сможет есть и переваривать что угодно. Никогда не используй для массажа мочу без ее предварительного упаривания до одной четверти первоначального объема. Если этого не соблюдать, то ученик может стать подавленным и предрасположенным к болезням. Некипяченую мочу никогда не следует использовать для массажа тела, поскольку она вредна для тела, если ее применять таким образом. Тот, кто массирует свое тело с шивамбу три раза в день и трижды ночью, долго не теряет способности к продолжению рода. Все его суставы укрепляются, он освобождается от болезней и достигает блаженства. О Парвати! Тот, кто пьет мочу раз в день и втирает ее в тело в течение трех лет, обретает тело полное силы и блеска. Знание в искусствах и науках обретает дар красноречия и живет до тех пор, пока существуют на небе звезды и луна. Вообще, в древних текстах утверждается, что для быстрого успеха в амороле урину следует пить три раза в день. Первый раз рано утром, второй раз в полдень, а третий раз вечером за час до или после еды. В шивамбукальпе приводится описание сверхъестественных сил, которыми наделяются люди, применяющие амороли регулярно в течение длительного времени. Выдержка. Прежде всего, очищение и правильная техника употребления шивамбу в течение одного месяца приводит к уничтожению врожденных болезней и полностью очищает внутренности. После двух месяцев чувства обостряются. Применение шивамбу в течение трех месяцев полностью и окончательно уничтожает все болезни. После пяти месяцев посвященный становится ясновидцем. Шесть месяцев непрерывного применения этой техники делают человека разумным и знающим шастры. После семи месяцев человек становится чрезвычайно могущественным, а после восьми он сияет как золото. После девяти месяцев посвященный навсегда освобождается от ксхая и кустха. После десяти месяцев он становится хранилищем света. После одиннадцати месяцев все части его тела становятся кристально чистыми и блестящими. После года он сияет как солнце. После двух лет он мочится элементом земли. После трех лет элементом воды. После четырех огня после пяти воздуха. После семи лет ахамкар, то есть чувством я, то что лежит в самой сущности человека. И после восьми лет элементом будхи, махат. То есть вот как раз то, что я вам сказал. И все становится подвластным ему в этом порядке. После десяти лет использования шивамбу он избавляется от рождения и смерти. После десяти лет он получает возможность двигаться в небесах без всякого усилия. После двенадцати лет он становится бессмертным. Змея и другие ядовитые твари не могут повредить ему. Яд не действует на него. Он никогда не может убить его. В огне он не горит и в воде не тонет. Вот такая выдержка. Пока не будем подводить итог и почитаем другие выдержки об уринотерапии. Следующий наиболее древний и особо почитаемый источник Айурведа. В ней говорится, что человеческая моча горяча и оказывает подсушивающее действие на тело. Она резкая, острая по вкусу и содержит много солей. Затем указывается, что человеческая моча вылечивает глазные болезни, регулирует желчь, уничтожает глистов кишечники, возбуждает аппетит, успокаивает нервы. Если она правильно используется, то дает новую жизнь, очищает кровь, помогает при кожных болезнях, предупреждает кашель и простуду. Подчеркивается, что она является противоядием любым ядам и делает тело сильным. Наши предки, помимо собственной человеческой мочи, широко использовали мочу животных. Издательство «Наука» в 1990 году в 13 томе «Научного наследства» опубликовало книгу «Ненужная для неучи», написанную Амирдовлатом Амасиаци в 15 веке. Это армянский врач. На странице 376 в параграфе 2427 мы читаем следующее. Моча каждого животного соответствует его натуре. Лучшим видом является детская моча. Природа ее горяча и суха во второй степени. Обладает очищающими свойствами. Козья моча помогает при болезнях нервов и судорогах от засорения желудка. А верблюжья моча помогает при язвах на теле и в ухе. Человеческая же моча помогает при плешивости. Соль мочи придает блеск глазам и очищает белки. Человеческая моча помогает при опухании горла, а также при язве легких. Козью мочу полезнее пить при водянке. При геморрое же полезно посидеть в коровьей моче. Если же выпить свиную мочу, то она растворит камень. А человеческая моча останавливает кровотечение. Если дать пить человеческую мочу тому, у кого увеличена селезенка, то это окажет удивительное действие. Верблюжья моча излешивает лишай и прыщи. Человеческая моча помогает при экземе, зуде, проказе и укусе бешеной собаке и скорпиона. Ипн говорит, что у одного человека опухла селезенка и ни одно лечение не помогало ему. Ночью во сне явился к нему человек и сказал, каждое утро с позаранку пей по три глотка собственной мочи и поправишься. Он сделал так и выздоровел. А если взять коровью мочу и дать ей сгуститься, а затем выметь ею белые волосы, то они сильно почернеют и окрасятся. В последующих параграфах разбирается применение мочи детей и различных животных. Вот некоторые выдержки. Детская моча. Если ее сварить с медом в медной посуде, то поможет при бельме в глазу. Она имеет и много других полезных свойств, о которых здесь не написано. Она помогает также при глазных болезнях и потемнении в глазах. Собачья моча. Возьми собачью мочу и дай ей постоять, чтобы сгустилась. Если вымоешь ею волосы, то они станут черными. Она относится к числу хороших красок для волос. Если смазать ее бородавки, то поможет и удалит их. Коровья моча. Помогает при лишае на голове и витилиго. Кабанья моча. Очень полезна от глазного бельма. Если выпить ее, то растворит и раздробит камень, который находится в мочевом пузыре. Испытано. Ослиная моча. Говорят, кто выпьет ее, избавится от болезни почек. У нее много и других полезных свойств, о которых здесь не написано. Другой старинной книги под названием «Тысяча замечательных мелочей» рекомендуется уринотерапия от всех заболеваний. Вот несколько выдержек из нее. Универсальное и отличное средство от всех внешних и внутренних расстройств здоровья. По утрам пить собственную мочу в течение 9 дней. И она излечит цингу, сделает тело легким и радостным. Она хорошо помогает от водянки и желтухи. Пей, как указано выше. Теплой мочой мой уши. Она хороша против тугоухости, шума в ушах и других нарушений в области уха. Мой глаза собственной мочой. И она излечит болезни глаз, очистит их, укрепит зрение. Мой и массируй свои руки. Она снимет онемение, удаляет трещины, ссадины и расправляет суставы. Обмой ею свежие раны, удивительно хорошо помогает. Обмой любое зудящее место, и она снимет зуд. Обмой нижнюю часть тела, она хорошо помогает от геморроя и других болячек. Еще одно излечение из старинной книги 1665 года. Урину берут у людей и большинства животных о четырех ногах. Но именно первая применяется в аптеке и врачами. Урина мужчины и женщины горячая, неслизистая, растворяющая, очищающая, съедобная, не загнивающая. Применяется внутрь против закупорок в печени и желчных протоках, а также против водянки, желтухи, остановки менструации у женщин, чумы и всевозможных злокачественных лихорадок. Теплое и свежее она применяется наружно для очищения кожи и смягчения ее путем умывания. Очищает, врачует, осушает раны, даже при ранении отравленным оружием. Излечивает перхоть, при наложении на пульс снимает жар, отлично помогает против трясучки, а не менее паралича. При наложении на область селезенки облегчает боли в ней. Наиболее популярной в современной книге по уринотерапии «Живая вода» автор книги Армстронг описывает, что с ее помощью успешно излечивались такие заболевания. Гангрена, различные опухоли и рак, брайтовая болезнь, лейкоцитемия, пороки сердца, малярия, воспаление яичка, венерические болезни, даже сифилис, незаживающие раны, ожоги, недержание мочи, нарушение менструального цикла, нефрит, колит, псориаз, парадонтоз, ожирение, нарушение функции простаты, бронхиальная астма, бородавки, новообразование на руке, желтуха, паралич, облысение, катаракта, глаукома, ревматизм, артрит и простуда. Армстронг подчеркивает, уринотерапия осуществляет то, чего никогда нельзя достичь с помощью простого поста, то есть обычного голодания, и приема воды, и фруктовых соков. Это рекомендация некоторых натуропатов. В Индии и в настоящее время в широко известной секте Садху многие ее члены регулярно пьют свою мочу. При этом они ходят обнаженными и в течение всего года ничем не болеют. По их мнению, моча даже питательнее, чем молоко. Покойный Моррис Уилсон, который предпринял героическую попытку покорить Эверест, приписывал свое противостояние болезням и удивительную стойкость организма исключительно приему мочи на фоне голодания, плюс растирание тела мочой. Все эти способы применения урины он принял у тибетских лам и йогов, с которыми общался перед восхождением. Они ему поведали, что уринотерапия позволяет им доживать до преклонного возраста, а также свободно пересекать пустыни, что недоступно обычным смертным. И совсем свежие сведения об уринотерапии в нашей стране автор услышал на первом международном конгрессе вегетарианцев в Эстонии, происходившем 4-5 мая 1991 года в городе Таллины. На нем специалист по лечебному голоданию Георгий Войтович рассказывал, что они в настоящее время сочетают голодание с уринотерапией. Также Войтович сообщил, что в царских архивах упоминается о поселениях людей то ли на Алтае, то ли в Сибири, которые ничего не едят, но пьют свою мочу. Они ничем не болели и отличались особенно здоровым цветом кожи. В настоящее время в оздоровительных кругах города Ростова-на-Дону, особенно среди членов клуба «Надежды», широко применяется уринотерапия. Однако, с обнародованием данной работы началось второе рождение уринотерапии. Занялась ей и Москва, о чем мне сообщили. Эффективность новооткрытых древних методов оказалась несравненно выше используемых сейчас. Итак, древние целители, средневековые и некоторые современные врачи, а также множество никому неизвестных людей, с большим или меньшим успехом применяли и применяют уринотерапию. Теперь нам с вами предстоит разобраться, в чем же заключается действие урины на организм человека и как лучше ее применять для себя. Глава первая. Теоретическое обоснование применения урины. Не все услышанное принимай за истину, а проверь как следует из трактата Джуд-Ши. Образование урины и ее свойства. Образование урины. Урина, она же моча, жидкий продукт выделения человеческого организма, вырабатываемый почками и выводимый наружу через систему мочевыводящих путей. За сутки образуется от 800 до 1800 миллилитров мочи, составляя в среднем от 50 до 80 процентов объема принятой жидкости. В норме днем выделяется мочи больше, чем ночью. Соотношение между дневным и ночным выделением мочи составляет от 4 к 1 до 3 к 1. Функциональной единицей почек, в которых и происходит выработка мочи, является нефрон. Количество нефронов в обоих почках может достигать 2 миллионов. Общая поверхность внутреннего слоя нефронов, через которые происходит фильтрация, равна от 5 до 8 квадратным метрам, что в 3 5 раз превышает поверхность тела. В нефронах почек мочи образуются в результате 4 процессов фильтрации, реабсорбции, секреции и осматического концентрирования. Можете посмотреть на рисунок 1. Здесь я дал схему строения нефрона, тельце шумлянского, почечный каналец, собирательная трубка. Также есть рисунок схема фильтрации в тельце шумлянского. Очень интересно все построено. Фильтрация Фильтрация происходит в начальной части нефрона, тельце шумлянского. Здесь кровь течет под давлением значительно более высоким от 70 до 90 миллиметров ртутного столба, чем во всех других капиллярах тела. Это объясняется тем, что входная артериола примерно на 30 процентов больше по диаметру, чем выходная. В результате бокового давления крови на стенки капилляров тельцы шумлянского, он же клубочек, позволяет отфильтровывать гемоглобин и белки крови, то есть коллоиды крови, то что нам надо. Так получается первичная моча, которая содержит сети вещества, что и плазма крови, сахар, соли, мочевина, аминокислоты, вообще все, что обычно содержится в плазме или искусственно внесено в кровь, содержится в первичной моче в той же концентрации. Клубочковая фильтрация не требует для своего осуществления энергетических затрат, так как работа необходима для фильтрации происходит за счет энергии, сообщаемой крови с сердцем и находит свое выражение в величине кровяного давления. Если артериальное давление крови уменьшается до 40-50 миллиметров ртутного столба, образование первичной мочи становится невозможным, так как фильтрационное давление падает до нуля. Реабсопция начинается после выхода первичной мочи из клубочка в почечном канале. Почечный каналец в упрощенном виде можно представить в виде трех отделов нисходящего петли гендли и восходящего. Омывается почечный каналец кровью, прошедшей через тельце шумлянска. Эта кровь за счет насыщения с гемоглобином и белками существенно меняет свое осматическое давление. В результате этого возникает разное давление между кровью омывающий каналец и первичной мочой внутри него. За счет этого начинается диффузия воды из области меньшего в область более высокого осматического давления через действующий как полупроницаемая мембрана эпителий канальцев. Вместе с водой из первичной мочи в кровь всасывается ряд веществ первоначально растворенных в ней. Так осуществляется пассивная реабсорбция. Кроме пассивной реабсорбции существует активный процесс необходимых организму веществ из первичной мочи в кровь. Этот процесс требует энергетических затрат, ввиду чего почечная ткань потребляет больше энергии, чем сердечная. Наибольшей активной реабсорбции подвергается хлористый натрий. За сутки почечные канальцы всасывают обратно из первичной мочи около 1200 граммов хлористого натрия. Секреция осуществляется клетками почечных канальцев путем активного избирательного переноса полезных для организма веществ аминокислот, витаминов, фосфатов, глюкозы из первичной мочи обратно в кровь, а вредных ненужных например лекарств, красителей из крови в мочу. Рисунок схемы поворотно-противопоточной множительной системы. Общее направление движения жидкости показано пунктирными стрелками, активный перенос натрия толстыми черными, пассивные тонкими и передвижение воды толстыми белыми. Б. Общая схема выработки мочи нефроном из крови. Это для тех, кто углубленно интересуется данным вопросом, а не просто так. осмотическое концентрирование мочи реализуется механизмом, который имеет название поворотно-противоточная множительная система и осуществляется в петле Генли. В результате его работы концентрация солей, ионов, натрия и хлора увеличивается от наружных слоев почки к центральным, ввиду того, что в восходящем отделе петли Генли происходит избирательно-активное всасывание, то есть реабсобция солей. Первичная моча при том же объеме жидкости содержит меньше соли. Далее эта жидкость поступает в собирательную трубку, которая идет от наружного слоя почки вглубь к почечной лоханке. При этом первичная моча проходит через слой со все большей и большей концентрацией поваренной соли и за счет осмоса отдает этим слоям воду, сама при этом концентрируется и уменьшается в объеме. Так, из 130 миллилитров первичной мочи образуется один миллилитр конечной. Итак, моча образуется из плазмы крови, при этом почки не вырабатывают составные части мочи. Некоторые вещества действительно вырабатываются почками. Это ренин регулирует почечное кровообращение, эритропоэтин стимулирует костно-мозговое кроветворение. Просто гландины меняют чувствительность почечных клеток к действию некоторых гормонов, но в небольшом количестве. Моча содержит лишь те соединения, которые приносятся к почкам кровью. При этом почки, вырабатывая мочу, изменяют элементарный состав плазмы крови. Ниже показан элементарный состав плазмы крови и мочи в процентах. Плазма крови, вода 90, у мочи не менее 98, белки от 7 до 9 у мочи отсутствует. Сахар 0,1, в моче нет. Мочевина 0,3, в моче от 0,8 до 3,5, соли 0,9 и в моче от 0,8 до 1,8 то есть практически в два раза концентрация солей возрастает. Из вышеизложенного встает вопрос может ли быть моча ядовитой? Ответ 1 нет. Ввиду того, что моча образуется из крови, она не может отравить собственный организм. Если бы моча была действительно ядовитой, то она отравила бы нас, образуясь в почках и накапливаясь в мочевом пузыре. Однако следует заметить, что существует определенное состояние организма, когда в моче скапливается много вредных веществ, которые при обратном введении оказывают неблагоприятное воздействие. Все эти случаи будут рассмотрены в соответствующих разделах книги с пометкой противопоказания или предупреждения. Ряд неблагоприятных реакций, возникающих у некоторых людей после употребления урины есть не отравление, а очистительный либо оздоровительный либо энергетический кризис. Это надо понимать. Свойства урины. Начнем с ее цвета. Урина здорового человека представляет собой различные оттенки желтого цвета. От бледно-желтоватого до насыщенно-красновато-желтого. Чаще всего урина бывает янтарно-желтой. Окраска урины зависит от содержания в ней различных пигментов. Чем их больше, тем сильнее окраска. Моча насыщенного желтого цвета обычно концентрированная, имеет высокую плотность и выделяется в относительно небольшом количестве. Бледная соломенного цвета моча чаще имеет низкую относительную плотность и выделяется в большом количестве. тем меньше вводится жидкости в организм, тем моча более концентрированная. На цвет урины могут влиять переходящие в нее различные растительные пигменты, например, свеклы. Тогда она окрашивается в свекольный цвет. Однако, на основании собственного опыта замечу, что когда с почками и печенью все в порядке, то выпивая от 50 до 100 граммов и более свекольного сока, вы не увидите в моче никаких изменений. Итак, когда человек начинает усиленно практиковать уринотерапию, то из-за обильного растворения солей, шлаков, его моча надолго может стать мутной. Это надо рассматривать как нормальное явление, выход шлаков из организма. При некоторых заболеваниях в урину могут приходить различные вещества, и тогда она приобретает несвойственный ей цвет и оттенки. Бесцветная моча наблюдается при сахарном и несахарном диабете, при сморщенной почке и ряде других заболеваний. Молочно-белая урина бывает от примеси большого количества гноя, а также от сбрасывания большого количества различных пищевых добавок и консервантов, например, тех, которые иногда встречаются в сырах, печенье. Обычно эти добавки выводятся в первой третьей струи урины и человек видит, что начальная часть струи имеет молочную окраску, а далее обычно окрашенную, но мутноватую. Зеленый или синий цвет урины отмечается при усилении процесса гниения белков в кишечнике. Избавиться от этого можно, отказавшись от белковой пищи, особенно животной, и проводя чистку толстого кишечника. Красный или розово-красный цвет урины наблюдается при гемоглубинурии, а иногда после приема ряда лекарственных веществ. Амидоперина, антиперина, сантонина. Коричневый или красно-бурый цвет урины встречается при высокой концентрации уробелина и билирубина. Повышенное количество желчных пигментов окрашивают урину в шафраново-желтый бурый, зеленовато-бурый или почти зеленый цвет. Вообще по цвету мочи вы сможете очень точно осудить, какие продукты хорошо усваиваются и не содержат шлаков, консервантов и так далее. А какие наоборот перенасыщены ими. Например, искусственные поливитамины вот раньше были дикамивит, ундивит и другие сразу же выводятся из организма окрашивая мочу в ярко-желтый цвет. Прозрачность Свежевыпущая урина здорового человека прозрачно и слегка флюоресцирует. При отстаивании из нее выделяется полупрозрачное облачко. Это естественное явление. При отстаивании более длительное время она может мутнеть вследствие образования в ней осадков. Запах Свежевыпущенная урина обладает характерным ароматическим запахом. Различные вещества вводимые с пищей в организм могут придавать урины свойственный им запах. Помните предостережение тибетских врачевателей. Если урина пахнет какой-либо пищей, значит эта пища у вас не переварилась. Поэтому либо откажитесь от этого вида пищи, либо повышайте пищеварительные способности желудочно-кишечного тракта используя чеснок, лук и вещества насыщенные естественными витаминами. Кубеба, копайский бальзам, шафран, ментол сообщают урины ароматический запах. Вы можете почувствовать запах ацетона во время голода или запах плодов. При щелочном брожении, когда надолго стоит, урина имеет резкий аммиачный запах. Нормальная урина слегка пенится. Кус Нормальная урина имеет горьковатый вкус. При небольшом употреблении соли соленой, при употреблении смешанной пищи, мяса с хлебом, вкус и цвет помоев. При добавлении в пищу витаминов искусственного происхождения, вкус этих витаминов. Наиболее приятная урина образуется от приема натуральной пищи, применяемой раздельно, в основном от овощей и фруктов. Реакция Свежевыпущенная урина имеет кислую реакцию и ее PH колеблется в пределах 5-7. Кислотность урины выше всего утром натощак. После приема пищи кислотность урины уменьшается. Это связано с выделением желудочного сока. Уменьшение кислотности урины отмечается при обильном потении. Усильное потребление свежевыжатых соков может ощелачивать урину, а потребление круп повышает ее кислотность. Урина в которой появляется аммиачный запах приобретает щелочную реакцию. Удельный вес Удельный вес урины колеблется от 1,002 до 1,03 и зависит от количества выпитой жидкости, интенсивности потоделения и пищевого режима. Плотные вещества образующиеся при выпаривании суточного количества урины составляет от 50 до 65 граммов. Из них на долю неорганических компонентов приходится от 15 до 25 граммов. Температура замерзания. Нормально урина замерзает при температуре от минус 1,3 градуса до минус 2,3 градуса по Цельсию. Удельная электропроводность нормальной урины зависит в основном от концентрации в ней поваренной соли и колеблется в пределах от 0,13 до 0,33 сантиметра в кубе. Относительно вязка урины равна 1,02. Она повышается при наличии пищи белковых тел. Поверхностное натяжение урины 64-69 дин на сантиметр что составляет 85-95% таковой у воды. Оно понижается в присутствии белковых веществ и желчных кислот. Калорический коэффициент зависит от того какое количество белка выводится из организма. Он увеличивается с ростом выводимого количества белка. Ввиду того, что с уриной выводится азот, число калорий приходящихся на 1 грамм азота выделенного с урины составляет в норме 7,7-8,6 калорий. Компоненты урины и их свойства. Состав урины человека весьма сложен и содержит около 200 компонентов. В ней содержатся мочевина, мочевая кислота, пуриновые основания, нуклеиновые кислоты, гуанидиновые производные, гистидин, гипуровая кислота, парные, глюкороновые и парные серные кислоты, пигменты, нейтральная сера, родониды, следы белков, аминокислот, глюкозы, ацетона, желчных кислот, молочной кислоты, пировиноградной кислоты, холестерина, инозита, высших жирных кислот, летучих жирных кислот, щавелевой и антарных кислот и других. В урины найдены пепсин, трипепсин, амилаза, фосфатаза и другие ферменты, стероидные гормоны, витамины, из минеральных веществ, все имеющиеся в организме, газы, азот, углекислый газ, кислород. Помимо этого, при различных патологических состояниях организма увеличивается содержание некоторых составных частей, находящихся в нормальной урине в небольших концентрациях. Это будут белковые вещества, глюкоза, фруктоза и им подобные, ацетон, ацетоноуксусная кислота, аминокислоты, жиры, холестерин, молочная кислота и другие. Появляется много других составных частей, пептиды, нуклиновые кислоты, мукопротеиды, фибрин, гемоглобин, желчные и другие пигменты, гормоны, ферменты и ряд других веществ вырабатываемых организмов для коррекции данного вида заболевания. Многие лекарственные и случайно попавшие в организм вещества, а это в основном пищевые добавки, появляются в урины в неизмененном виде, но главным образом в виде измененных продуктов. Большая часть такого рода изменений сводится к уменьшению ядовитых свойств введенных веществ. Рассмотрим компоненты урины и их свойства с учетом уринотерапии. Главным компонентом урины является вода. Вода в организме человека и свежевыпущенная урина находятся в особом льдоподобном жидкокристаллическом состоянии. Природная вода не имеет этой жидкокристаллической структуры. Ее молекулы расположены беспорядочно. Для того, чтобы вода принятая в организм начала работать, ей необходимо придать вышеуказанную структуру. Считается, что наш организм затрачивает на структуризацию 1 литра воды 25 килокалорий собственной энергии. Таким образом, если мы принимаем урину внутрь, то тем самым экономим собственную энергию. При регулярном приеме в течение нескольких лет, подобная экономия существенно сказывается на увеличении общей продолжительности жизни человека. В природе существует 48 разновидностей воды. В числе их имеется тяжелая вода диетерия, используемая в ядерных реакторах. В обычной воде ее 150 граммов на тонну воды. Естественно она не делает нас здоровее. Отсюда следующий простой вывод, что организм человека лучше всего работает на определенных видах воды. И ученые установили, чем длительнее жизнь жидкого кристалла, тем он более полезен для организма, и тем больше у него сродства с жизненными соками человека. Поэтому человеческий организм затрачивает энергию на образование оптимального вида воды из поступающей как питье. Если жидкие кристаллы, необходимые для жизнедеятельности организма, сразу поступают в готовом виде, то это также экономит нашу энергию. И ученые установили, что там, где имеются источники с подобной водой, люди живут долго и мало болеют. Кроме этого, каждый орган человека дополнительно отбирает свои жидкие кристаллы и на них работает. Если орган утрачивает способность отбирать необходимые ему кристаллы, то возникает болезнь. Тибетские целители давно знали об этом и лечили людей микстурами с дозированными по видам болезни жидкими кристаллами воды. Прием собственной урины позволяет успешно решать и эти проблемы. Вода, прошедшая через наш организм, хранит полную информацию о нем. Это происходит в результате взаимодействия информационно-энергетической сущности человека с жидкостью. Вспомните Библию «Человек родится от духа и воды». В результате этого взаимодействия жидкокристаллическая структура воды преобразуется с учетом энергетического воздействия человека. Разнообразное патологическое состояние тоже записывается. Если такую записанную жидкость принять внутрь человеческого организма, то информационно-энергетическая основа записанной патологии сама находит очаг ее породивший и за счет эффекта наложения интерференции подавляет его. Именно этот эффект лежит в основе гомеопатического принципа лечения. Подобное излечивается подобным. В этом отношении собственно урина незаменимая жидкость, естественно заряженная всей информацией об организме, способной вышибать разнообразные очаги патологии за счет вышеуказанного и этим очищать организм от разнообразной скверны. Следующим важным свойством урины является то, что она слегка флюоресцирует, то есть светится. Свечение в урине результат другого взаимодействия духа с водой. Вначале было слово и слово стало Бог. Эту фразу можно рассмотреть как возмущающую причину. Слово, которое в виде духа лежит в основе каждого живого существа, тем более, что дальше так и говорится, все через него начало быть, в нем была жизнь. Далее расшифровывается, что собой представляет жизнь. И жизнь есть свет человеком. Затем говорится, как жизнь из голографической светящейся формы становится физическим телом. И слово стало плотью и обитало в нем. Таким образом показано в этих замысловатых словах последовательность воплощения от причины слова в основу жизни, голограмму, свет и далее в плоть. Современная трактовка это явление заключается в следующем. В основе нашего физического тела лежит световая голограмма. По современной представлении, для того, чтобы получить объемное голографическое изображение, необходим отраженный свет от какого-либо источника, так называемая предметная волна и точно такая же подсветка, опорная волна. Наложение этих двух волн друг на друга дает интерференционную картину, которая называется голограммой. То есть получаются такие стоячие волны, которые можно видеть. Голограмму можно записать на жидких кристаллах, а для того, чтобы восстановить объемное голографическое изображение, надо подать на жидкие кристаллы мощную подсветку, то есть опорную волну. Информация о том, каким быть организмом и как ему функционирует, имеется в каждой клетке в виде голографического кода, находящегося в хромосонах. А теперь нам необходимо узнать, откуда берется подсветка для получения объемной голограммы клетки, органа и всего организма в целом. Из биологии известно, что химическим источником энергии в организме являются углеводы. Соединение кислорода с углеводом высвобождает 20 тысяч джоулей на 1 грамм углевода. В клетках мышц около 25 процентов этой энергии может перейти в механическую работу, часть рассеивается в виде теплоты и на другие нужные организмы, а часть используется для подсветки, чтобы постоянно воссоздавать галографическую копию всего организма. Сам свет берется от солнца, ведь для того, чтобы произошло соединение углекислого газа и воды, необходима солнечная энергия, и наш с вами организм получает ее, расщепляя крахмалы до состояния воды и углекислого газа. Вот теперь нам ясна источность образования лучистой энергии для подсветки голограммы. Жидкостные среды нашего организма, как жидкие кристаллы, содержат на себе не только запись голограммы, но и насыщенный светом, то есть опорной волной. Если теперь вернуться к урине, ее внутреннему и внешнему применению, то оказывается, что мы этим увеличиваем собственную подсветку голограммы, делая ее более четкой, сильной. А если это так, то и функции клеток, и всего организма нормализуются, становятся мощнее и стабильнее. Если теперь обратиться к древнему тексту Шивамбу-Кальпа, то нам станут ясными следующие строки. После 7 месяцев человек становится чрезвычайно могущественным, а после 8 он сияет как золото. После 9 месяцев он становится хранилищем света. После 11 месяцев все части его тела становятся кристально чистыми и блестящими. После года он сияет как солнце. Использование урины позволяет добиться этого эффекта. Я считаю, что ни один из других методов лечения не может этого сделать. Именно в этом уникальность урины основы всех лекарств. Свежевыпущенная урина имеет кислую реакцию PH приблизительно равен 6 единицам. Кислая реакция урины сама по себе является сильнейшим оздоровительным фактором. Давайте углубленно исследуем этот уникальный исцеляющий механизм собственной урины. Известно, что в природе существуют два вида клеток. Растительные и животные. Растительные клетки могут существовать в щелочной среде и своей жизнедеятельностью ее продуцируют. Например, гниение опавших листьев под деревом. Животные клетки наоборот существуют в кислой среде и при своей жизнедеятельности ее продуцируют. Например, кожа имеет кислую PH, моча и кал тоже. Отсюда получается, что животные, в том числе и человек, могут болеть от того, что их нормальная закисленная внутренняя среда сдвигается в щелочную, гнилостную. В свою очередь, гнилостная среда благоприятна для размножения растительных клеток, которые при своей жизнедеятельности еще более усиливают гнилостные процессы. Таким образом, получается, что в основе подавляющего разнообразия болезней человеческого организма лежит один и тот же процесс ощелачивания с последующим загниванием. Чтобы избежать любых гнилостных процессов в организме, его надо надежно закислять веществами, содержащими безопасные кислоты. Оказывается, лучше всего это можно сделать с помощью собственной урины, ведь это жидкость, произведенная самим организмом и собственной крови. В результате такого закисления мы лишаем любой патологический процесс его первоосновы ощелачивания и последующего загнивания и добиваемся быстрого и прочного исцеления. Это свойство нашей урины подтверждает наблюдение древних мудрецов, которые говорят, что урина является основой всех лекарств. Несколько слов для разъяснения терминов закисления и ощелачивания. Закисление организма с помощью веществ, увеличивающих концентрацию положительных ионов водорода, является благом для организма. Я прошу обратить внимание и еще разок прочитаю закисление организма с помощью веществ, увеличивающих концентрацию положительных ионов водорода. А вот закисление с помощью веществ, образующих кислые шлаки, Разница ионов водорода и образующих кислые шлаки, то есть белков, углеводов, которые затем начинают гнить в организме и приводят ко всеобщему ощелачиванию, это беда для организма. Вот в этом-то и разница большая. Наибольшая кислотность урины утром, а наименьшая после приема пищи. Вот откуда идет утверждение древних целителей, что утренняя моча наиболее полезна. Ввиду особой структуры молекул, однородности жидких кристаллов и насыщенности с солями, наша урина значительно отличается от обычной воды поверхностным натяжением, относительно вязкостью и удельной электропроводностью. Рассмотрим подробнее вышеперечисленные свойства урины и их возможное влияние на организм человека. Поверхностное натяжение урины составляет 85-95% поверхностного натяжения воды от 64 до 69 дин на сантиметр. Вода для справки 72,8 дин на сантиметр. Оно понижается в присутствии белковых веществ, жирных кислот, фенолов. Сущность поверхностного натяжения выражается в том, что чем оно меньше, тем лучше происходит растворение веществ. Малое поверхностное натяжение увеличивает поверхностную активность жидкости, что выражается в том, что в поверхностном слое на границе разделения средств, жидкость воздуха, жидкость масла и т.д. Образуется слой, обладающий повышенной энергетикой, в котором более активно протекают химические реакции. Таким образом, за счет малого поверхностного натяжения урина гораздо лучше способна растворять вещества, чем вода. А за счет повышенной поверхностной активности она может окислять и разрушать вещества химическим путем. Например, воскоподобные камушки в печени и желчном пузыре, почечные камни и камни мочевого пузыря за счет окисляющего воздействия урины могут рассасываться. Вот почему в древних книгах при перечислении свойств урины указывается на ее растворяющие и открывающие закупорки в печени и желчных протоках свойства. Упаренная до 1,4 первоначального объема урина превосходит в этом отношении обычную, но пить ее рекомендуется только после перехода на овощи, фрукты и каши. Пить утром следует не более 50-100 граммов. А вообще лучше всего она действует через кожу, то есть не надо пить, наносите на кожу. Ввиду того, что удельный вес крови составляет от 1,00 до 52 тысячных тере 1,61 тысячи единицы, а урины 1,16 тысячных тере 1,24 тысячных, она менее вязкая жидкость, чем кровь. Из этого факта вытекает другое свойство урины. При приеме внутрь она делает более текучими сгустившиеся жидкости, кровь, желчь. Разжижает различные скопления слизи в самых разнообразных местах организма. В урине растворено множество солей, поэтому она электропроводна. Если каким-то образом увеличить концентрацию солей, например, час воды в урине выпарить, то ее электропроводящие свойства значительно возрастут. Если такой уриной смазать тело, то тем самым мы добьемся значительного увеличения притока энергии в виде свободных электронов через кожные покровы. В результате этого в организме значительно активизируются все ферментативные процессы. Да будет вам известно, человек здоров настолько, насколько активны его ферменты. Как правило, у больного или старого человека эти процессы замедлены. Массаж тела человека с уриной, особенно с упаренной, позволяет буквально накачивать человека энергией, активизирует ферментативные процессы, что в итоге приводит к общему оздоровлению. Теперь становится ясно, почему так настойчиво древние йогины рекомендуют делать массаж с упаренной уриной. Кстати, вот тут рисунок поток свободных электронов, идущих в организм человека от обычной и упаренной урины. И еще одно удивительное свойство урины, как концентрированного солевого раствора, заключает в своем высочайшей ранозаживляющей способности. Более подробно этот феномен будет разобран в другом месте. Теперь рассмотрим вещества, входящие в состав урины и их свойства. Общий состав урины можно разделить на две большие группы. Нормальные составные части и патологические. Нормальные составные части урины присутствуют в моче здорового человека. Их в свою очередь можно разделить на три группы. Органические, неорганические и биологические составные части урины. Органические вещества урины делятся на азотистые и безазотистые. С уриной в основном удаляются конечные продукты белкового обмена. Суточное количество азота, выделяемое с уриной, колеблется от 3,6 при приеме бедной белковой пищи до 17 граммов и выше при пище, содержащей много белка. Ввиду того, что наш организм может использовать, то есть ресинтезировать выходящий азот при приеме урины внутрь и на кожно, норма белкового питания может быть значительно сокращена без всякого ущерба для организма. Именно этот механизм задействовали древние ягины, а также некоторые племена для того, чтобы выживать в экстремальных условиях. Если человек употребляет собственную урину 2-3 раза в день по 100-200 граммов, надобность в белковом питании, особенно животным, практически исчезает. Главные азотистые компоненты урины следующие – мочевина, мочевая кислота, пуриновое основание, аминокислоты, аммиак, креатиновые тела. Основная часть азота выделяется из организма с мочевиной от 80 до 90%. В среднем за сутки с уриной выделяется около 30 граммов мочевины. Мочевина является естественным диуретиком, то есть выводит излишнюю воду из организма. Поэтому ее можно применять как мочегонное средство. Она усилит активность пролитических ферментов, которые выделяются в желудочно-кишечный тракт и способствуют перевариванию пищи. Теперь нам становится ясным высказывание аюрведистов о возбуждении аппетита после приема урины. Мочевина оказывает великолепный противоопухолевый эффект. Впервые мочевину для лечения опухолей предложил Кочугин. Лабораторию биологических испытаний Академии медицинских наук СССР кандидат медицинских наук Беликов успешно подтвердил противоопухолево-противовирусное и противомикробное действие препарата на основе мочевины семикарбазида. Упаренная аурина является концентратом мочевины и будет действовать более выраженно на опухоли в виде компрессов через кожу. Врачи практики на деле убедились, как быстро улучшается состояние человека даже без надежных больных при приеме этого лекарства. Проведенные исследования показали, что в здоровом организме человека содержание нитромочевины обычно в норме, но ее недостаточно в организме, пораженным опухолем. Кочугин предложил искусственно поднять уровень нитромочевины в организме с помощью препарата семикарбазида и добился выраженного противоопухолевого эффекта. Джон Армстронг пошел, неосознанно пошел, по другому пути. Он рекомендовал употреблять всю дневную урину и массажировать тело с ней. Вот откуда такие поразительные результаты исцеления раковых больных от использования урины. Вам ясен механизм? В результате приема внутрь и наружно собственная урина оказалась гораздо эффективнее в применении искусственных препаратов. Вот откуда многочисленные исцеления раковых больных с помощью урины, описанные в книге «Живая вода», хотя сам механизм действия урины Амстронгу был неизвестен. Опыт автора, отклики читателей подтверждают тот факт, что урина является мощным противоопухолевым средством, которое дала нам сама природа. За сутки здоровый человек с уриной выделяет около 1,1 грамма свободных аминокислот. Еще 2 грамма аминокислот выводятся в связанной форме. Повышенное содержание аминокислот в урине наблюдается при белковой недостаточности, при усиленном распаде тканей, лихорадке, ожогах, отравлении и при нарушении функции печени. Народная практика показала, чтобы предотвратить потерю этих ценнейших для организма веществ, их необходимо вовремя возвращать назад. Прием собственной урины внутрь, накожно, при этих состояниях позволяет избежать нежелательных потерь и быстро нормализовать функции организма. Помните, что для производства аминокислот из пищевых продуктов требуется огромное количество энергии. Больной ослабленный организм дать ее не в состоянии, поэтому прием пищи идет не на пользу, а лишь ухудшает общее состояние больного. Напротив, прием урины, содержащий все распавшиеся вещества, никакой энергии не требует, аминокислоты уже сбалансированы. А раз нет потерь, то организм человека быстро восстанавливается. Из группы безазотистых органических веществ, выделяющихся с уриной, рассмотрим только эфиросерные кислоты. Эфиросерные кислоты, подобно эфирным маслам, обладают выраженными растворяющими свойствами. У травоядных животных эфиросерных кислот в урины больше, чем у плотоядных. Поэтому урина травоядных животных обладает гораздо большими возможностями растворять камни. Эта особенность была подмечена древними целителями. Кабания моча, если выпить ее, то растворит и раздробит камень, который находится в мочевом пузыре. Испытано. А слийная моча, говорят, кто ее выпьет, избавится от болезни почек. Если человек в основном питается свежерастительной пищей, то моча такого человека будет растворять разнообразные камни лучше, нежели моча мясоеда. Из 50-65 граммов сухого остатка, образующегося при выпаривании суточного количества мочи, на долю неорганических компонентов урины приходится от 15 до 25 граммов. Неорганические вещества урины в основном представлены солями натрия, калия, кальция, магния, железа, хлора, фосфора и множество других элементов. Даже такое беглое перечисление химических элементов, входящих в состав урины, говорит о том, что это весьма важные элементы для нормальной жизни организма. Как оказалось, соли урины обладают сильными лекарственными свойствами. Они активно поглощают вредные кислоты и этим разрушают основу большинства болезней в организме человека. Комбинация микроэлементов в урине повторяет формулу хорошего тонизирующего средства для организма. Но на самом деле это тонизирующее средство много хуже естественных солей урины. Ввиду того, что современное питание человека сильно объединено микроэлементами, мука очищена, крупы отшлифованы, мясо содержит очень мало микроэлементов, вдобавок все вареное, консервированное, то наш организм находится в постоянном минеральном голоде. Разрушение зубов лишь подтверждает этот факт. Поэтому регулярный прием собственной урины как внутрь, так и наружно – великолепная минеральная подкормка организма. Виталий Караваев с целью минеральной подкормки разработал специальный препарат на основе огромного количества трав, вытяжка из которых приближается к микроэлементному составу плазмы крови. Называется этот препарат Виватон и применяется наружно в виде втираний в кожу. В настоящее время его широко рекламируют и применяют ученик Караваева Дерябин. Особенно хорошо этот препарат регулирует состав крови, а через нее и все функции организма нейтрализуют воздействие разнообразной патологии внешнего и внутреннего характера. Мы не будем оспаривать эффективность этого препарата, но считаем урину, а особенно упарину, гораздо более эффективным и безопасным средством. Во-первых, она образуется из плазмы крови, а не только приближена к ее составу. Во-вторых, микроэлементы, прошедшие через человеческий организм, подверглись всем изменениям, которые происходят с любым веществом прежде, чем оно станет нашим. Без этих изменений любое вещество чужеродное для организма. Например, белки пищи, прежде чем станут нашими, проходят длительный путь переработки и изменений. Если этого не происходит по какой-либо причине, пищевой белок вызывает аллергическую реакцию. Никакие искусственные лекарства, в том числе и виватон, этими качествами не обладают. У тибетских, индусских и других древних целителей были широко распространены зольные лекарства. Жигают какой-либо орган, берут его за лу, то есть микроэлементный состав, смешивают с конем, то есть веществом, улучшающим доставку микроэлементов в организм и дают больному человеку. Упаренная до 1,4 части первоначального объема урина является концентратором микроэлементов естественного происхождения. И в этом отношении далеко превосходит все искусственные препараты. Если количество выделяемой за сутки мочи колеблется от 1 до 2 литров, то при упаривании в полулитрах можно сконцентрировать без выпадения в осадок 15-25 граммов минералов. Такая урина прекрасная полиминеральная подкормка для организма. Это третье доказательство того, что урина является основой всех лекарств. Биологические составные части урины представлены абсолютно всеми веществами, которые производятся в организме. Это гормоны, ферменты, витамины и тому подобное. Из гормонов в урине обнаружены все, но концентрация некоторых очень и очень мала. Наиболее насыщена гормонами урина молодых здоровых людей. Но особенно в этом отношении цена урин на беременных женщин. Известный русский врач Алексей Замков путем переработки урины добывал высокоэффективный препарат гравидант. Ввиду того, что гормональная терапия оказывает сильнейшее воздействие на организм человека, рассмотрим ее с позиции уринотерапии. Гормоны от греческого слова гормао, возбуждаю, высокоактивные вещества в ничтожных концентрациях, оказывающие влияние на обмен веществ в организме, на его развитие, рост, старение, поведение, репродуктивную функцию и так далее. Достаточно избытка или недостатка одного из гормонов, чтобы грубо нарушилась деятельность всего организма. Вырабатываются гормоны эндокринной системы, в которой условно можно выделить два звена. Железы внутренней секреции, имеющие вид самостоятельных органов, и эндокринные клетки, разбросанные в эпителиальных тканях, слизистой облочки желудка, кишечника, желчного пузыря, воздухоносных путей, легких, мочевыводящих путей кожи. Кстати, с каждым годом открываются все новые и новые гормоны, а также места их производства в организме. Недалеко то время, когда обнаружится, что каждая клетка организма вырабатывает те или иные гормоподобные вещества. Кстати, можете посмотреть рисунок. Белыми стрелочками показаны потери, регулирующих гипофизарных гормонов. И второе, обычные гормоны, вырабатываемые эндокринными железами. Как это происходит? Помимо гормонов в тканях и органах, могут вырабатываться биологические и химически активные вещества, парагормоны. Другое их название – тканевые гормоны или биогенные стимуляторы. Медицинные гормоны получают из эндокринных желез, убойного скота, крови, мочи животных и человека, а также путем искусственного синтеза. Гормональная или эндокринная система является одной из функций Доши Капха. Это жизненный принцип слизи, который дает крепость нашему телу и имеет свою иерархию и регуляцию. Она включает нервные центры, расположенные в головном мозгу, структуру лимбической системы, гипоталамогипофизарную область, каналы прямой связи – это нервное воздействие, которое побуждает гипофиз вырабатывать тропные гормоны, которые в свою очередь избирательно побуждают к секреции гормонов ту или иную железу организма. Каналы обратной связи, когда выработанные гормоны, циркулируя в кровяном русле, влияют на гипоталамогипофизарную область, усиливая или угнетая ее активность. И иерархия гормональной системы такова. Смотрите рисунок 1-2. Рисунок 2. Черные стрелочки указывают на возвращение гормонов и их составных частей при использовании урины внутрь или наружно, что выражается в улучшении регулировки внутренней среды организма со стороны гипоталамуса гипофиза и экономической рабочей эндокринной системы. Первое. Гипоталамус состоит из 32 пар ядер, и каждая имеет важное функциональное значение. Гипоталамус контролирует основные процессы во внутренней среде организма, осуществляет связь между эмоциями и вегетативными реакциями, регулирует деятельность желез внутренней секреции через тропные гормоны гипофиза. К ним относятся тиреотропный, активизирует щитовидную железу, адреналокартикотропный, активизирует кору надпочечников, гонадотропный, активизирует половые железы. Значение гипоталамуса огромное, но при старении происходит изменение в отдельных ядрах. Отсюда разрегулировка функций и в результате снижение надежности контроля над внутренней средой организма. Например, профессор Дильман считает, что повышение порога чувствительности гипоталамуса половым гормонам приводит к тому, что с возрастом постоянно возрастает выделение гонадотропинов, влияющих на выработку половых гормонов. В своей книге «Большие биологические часы» он приводит следующие факты. К 45 годам у здоровой женщины выделение гонадотропинов по сравнению с 25 годами увеличивается в 6-10 раз. Так, в начале повышение порога чувствительности к половым гормонам приводит к тому, что они постепенно, накапливаясь в организме, способствуют ее половому созреванию и включению репродуктивной функции. В дальнейшем этот же процесс приводит к перенасыщению организма половыми гормонами, которые приводят к климактерическим кровотечениям, росту опухоли и прекращению половых функций из-за невозможности производить столько гормонов. То есть, оказывается, нету недостатка, а именно от переизбытка мы изнашиваемся. Таким образом получается, что у нас организм работает как фабрика на выпуск готовой продукции все больше и больше. Изнашивается оборудование, не хватает строительного материала. Но если повышенное количество гормонов, выделяемое с мочой, вводить обратно, то этой живой фабрике мы с вами сэкономим как с оборудованием половыми клетками, так и со стройматериалами. В этом случае износ организма, а следовательно старость и связанные с этим болезни отодвинутся на много лет дальше. Этот эффект отражен в древнем тексте Шивамбу Кальпа. Принимая мочу непрерывно и регулярно, мужчины и женщины обретают полную потенцию и утрачивают признаки старения. Второе. Гипофиз. Весит полтора грамма, состоит из трех долей. Передний, средний и задний. Каждая доля вырабатывает свои гормоны. Понижение деятельности передней доли гипофиза вызывает задержку роста, ожирения, атрофию половых органов, срывы беременности. Кроме этого, гормоны передней доли регулируют деятельность других эндокринных желез. Средняя доля выделяет пигментный гормон. Пониженная деятельность задней доли гипофиза приводит к нарушениям работы почек, несахарному диабету. Гормоны этой доли оказывают действие на кровяное давление, тонус гладкой мускулатуры. Большая часть отклонений в нормальном развитии человека вызвана плохой работой гипофиза. Но если подкорректировать его работу, дать правильный толчок, то функции гипофиза выравниваются. Ведь основа работы гормональной системы это саморегуляция. И такой доразвивающий толчок может дать прием собственной урины, особенно урины однополого человека, примерно одного возраста. Это усилит обратные связи и выровняет отстающие функции. Эта особенность уринотерапии также отражена в древних текстах. Используя правильную технику употребления шивамбу, в течение одного месяца приводит к уничтожению врожденных болезней. Применение шивамбы в течение трех месяцев полностью и окончательно уничтожает все болезни. Третье. Щитовидная железа производит гормон тироксин. Вещество сложного состава, содержащее йод. Этот гормон влияет на активность 100 ферментов. Если выработка его недостаточна, то замедляется обмен веществ и размножение клеток. Организм отстает в своем умственном и физическом развитии, то есть наступает кретинизм. Урина весьма благотворно влияет на эту железу. Она сберегает йод, особенно когда его мало в пище. Щитовидная железа состоит из пузырьков, оплетенных кровеносными сосудами. А клетки пузырьков наполнены слизистой жидкостью коллоидом, в которой и накапливается гормон. Если коллоид плохо разжижается, то гормон не выходит из клеток полностью и возникает его нехватка. Прием урины способствует разжижению коллоида, уменьшает его вязкость и способствует свободному поступлению тироксина в кровь. Из этого вытекает и первое предостережение. При базедовой болезни, когда деятельность щитовидной железы слишком интенсивна, прием урины должен быть очень осторожным. И если появляются признаки ухудшения, бессонница, раздражительность, мышечная слабость, похудание, урину принимать нельзя. Кстати, все признаки базедовой болезни указывают на возбуждение жизненного принципа вата, ветра. Поэтому с этим заболеванием можно успешно бороться с помощью диеты и процедур, угнетающих вышеуказанный принцип. Попробуйте и вы убедитесь в правоте моих слов. Четвертое. Парасчетовидные железы. Их всего четыре. И они регулируют обмен кальция в организме, содержание его в крови. На ион кальция должно приходиться два иона калия. Регулирует это соотношение парад гормон. Когда этого гормона недостаточно, то наблюдаются судороги, чаще всего судороги конечностей. У многих людей после приема урины отмечается значительное улучшение самочувствия. Урина пополняет недостающее количество парад гормона. Пятое. Вилочковая железа. Вилочковая железа вырабатывает 10 гормонов. Один из них – гормон роста. Главная функция вилочковой железы заключается в обеспечении иммунной защиты организма. Под иммунной защитой понимается распознавание и уничтожение всего чужеродного для организма. Патогенных микроорганизмов. Старых, болезненно измененных клеток. Клеток, переродившихся в опухолевые, раковые и вообще не свойственные организмы. Т-лимфоциты, вырабатываемые вилочковой железой тимусом, обеспечивают противовирусную и противоопухолевую защиту. Но с возрастом масса вилочковой железы значительно уменьшается, а следовательно уменьшается и наша иммунная защита. Поэтому организм делается более чувствительным к инфекциям, возрастает раз к развитию атеросклероза, рассеянного склероза, рака, болезни Паркинсона и других. На ниже следующей таблице показана возрастная динамика развития и инволюции вилочковой железы. Можете посмотреть возраст, в годах, вес. Например, у новорожденного абсолютный вес этой железы примерно 13,26 грамма. Что в процентном отношении к весу тела новорожденного составляет 4,2%. И смотрите, у человека, возраст которого колеблется от 46 до 55 лет, вес железы составляет примерно 12,85 грамма, а в относительных процентах это всего 0,2%. Видите, насколько падает. Однако, эту динамику можно изменить, применяя детскую мочу, которую древние целители считали целебной. Она насыщена всем спектром веществ, ответственных за наш иммунитет. Лучше всего использовать урину, начиная с новорожденного возраста до 12-13 лет, то есть до полового созревания. Итак, если вы хотите увеличить собственную противоинфекционную, противовирусную и противораковую защиту, рассосать чужеродную ткань в организме, например, даже бельмо в глазу, то регулярно используйте детскую мочу. Шестое. Поджелудочная железа весит около 80 граммов. Ее соки помогают перевариванию пищи. Железа секретирует гормон инсулин, который регулирует уровень сахара в организме. С помощью этого гормона происходит откладывание сахара в организме, мышцах, печени и так далее. Глюкогон, другой гормон поджелудочной железы, производит действие обратно инсулину. Нарушение функции поджелудочной железы приводит к сахарному диабету. Практика показывает, что прием урины, особенно не в запущенных случаях, позволяет ликвидировать это заболевание полностью. Седьмое. Надпочечники состоят из двух частей – мозговой, внутренней и корковой, наружной. Эти части продуцируют гормоны, различные по своему действию. Адреналин. Гормон мозгового вещества сужает сосуды, повышает кровяное давление, ускоряет сердечное сокращение. Глюкокортикоиды регулируют углеводный и азотистый обмен. Эти гормоны считаются стимуляторами всех жизненных процессов. Гормоны коры надпочечников тесно связаны с гормонами половых желез. Их недостача приводит к нарушению половой сферы. У женщин вызывает рост волос на лице, у мужчин повышение тембра голоса, исчезновение полового чувства. Известно немало случаев, когда прием урины, особенно упаренной, способствовал нормализации волосяного покрова у женщин, исчезновение волос на лице, нормализации потенции у мужчин, а также исчезновению разнообразных болезней, связанных с расстройством надпочечников. Восьмое. Половые железы вырабатывают целый комплекс гормонов, от которых во многом зависит наше здоровье, внешний вид настроений и общее самочувствие. Как уже указалось, половые железы в организме человека работают с увеличивающейся год от года нагрузкой, ведь чувствительность к ним гипоталамуса понижается. Но если вводить эти же гормоны или их осколки обратно, то мы можем процесс износа половых желез существенно сократить, продлив тем самым молодость, сохранив юношеский вид и так далее. Если с учетом этих особенностей сравнивать урину людей различного возраста, то получается такая картина. Урина детей до половой зрелости 12-14 лет содержит мало половых гормонов, но огромное количество иммунных тел. Урина людей среднего возраста от половой зрелости до 35 лет сбалансирована по двум параметрам. Иммунные тела и половые гормоны. Урина людей после 35 лет обеднена иммунными телами, но насыщена половыми гормонами. После климакса состав урины меняется, она становится наиболее слабой. Мало иммунных тел, половых гормонов, разрегулирована вся гормональная система. Из других веществ, обнаруженных учеными в урины, отметим следующее. Эритропоэтин стимулирует костно-мозговое кровотворение, вырабатывается почками. Фермент урокиназа способствует притоку крови к сердцу, напоминает действие нитроглицерина и растворяет сгустки, то есть тромбы крови. Кортизон – сильное противовоспалительное антиаллергическое и антитоксическое средство. Витамины же, имеющиеся в организме, представлены в урины в виде осколков или в небольшой концентрации. Помните, нормальная человеческая моча содержит около 200 наименований различных веществ, но и это еще не все. Вещества, возникающие в организме во время болезни. При любом отклонении от нормы, период болезни и так далее, организм начинает сам корректировать свое состояние с целью возвращения его в норму. В эти периоды в организме появляются вещества, способствующие оздоровлению, которых нет в здоровом организме. Если в нашем организме находятся семена еще не проявленных болезней, то урины осознают такие условия, что эти семена быстро проявляются и выводятся из организма. Ввиду этого в организме наблюдается особый процесс подобной иммунизации, но только от болезней, находящихся в данное время в организме. Этот процесс в зависимости от семян болезни выражается по-разному. От легкого недомогания, например, поноса, до тяжелейших кризисных состояний, тлящихся до 2-3 месяцев. Это наиболее ценное свойство урины, когда на подобную иммунизацию используются собственные силы организма, а не посторонний материал, который засоряюще действует на кровь. Таким образом, каждый организм сам вырабатывает те или иные вещества, необходимые ему для выздоровления. Естественно, эти вещества выводятся вместе с уриной. Рассмотрим этот вопрос более подробно. При любом патологическом процессе, происходящем в организме вместе с мочой, выделяются продукты этих болезней. Отмершие клетки, гной, вещества, выработанные самим организмом в борьбе с болезнью и многое другое. В гомеопатии существует специальный раздел лечения назодами. Для этого вводят в организм в сильно разведенном виде непосредственных возбудителей болезни, токсины, патологически измененную ткань и другие выделения организма. Исходя из законоподобия, эти вещества можно использовать при лечении болезней, им соответствующих. Лекарство такого типа называется назодами. Терапия назодами имеет свои преимущества и свои недостатки. Недостатки в том, что по уровню воздействия они на одну ступень ниже гомеопатических. Преимущество заключается в том, что выбор нужного лекарства достаточно прост по сравнению с выбором гомеопатического средства. Сложность выбора гомеопатического средства заключается в следующем. А. Необходимо найти вещество, которое вызывает именно эту болезнь. Если произойдет ошибка, то вместо подавления болезни привьется новое. Б. Правильно подобранное вещество теперь необходимо согласовать с энергетикой болезни. То есть энергия поданного вещества должна быть точно равной энергии болезни. Только в этом случае за счет интерференции произойдет взаимное подавление. Если энергии вещества будут больше или меньше, полноценного подавления не будет. В нашем организме останется ровно столько патологии, насколько было больше или меньше энергии вещества, подавившего соответствующую часть болезни. В отношении урины все в этом плане совпадает с точностью до 100%. Если у больного аденома простаты, то используется назод аденомы простаты. Человеческая урина насыщена всеми назодами, которые производятся болезнями и поэтому является великолепным лечебным материалом, данным нам природой для исцеления. В этом свете уринотерапия оправдана при большинстве болезней и представляет собой наисовременнейший способ лечения. Во время тяжелой болезни в организме человека происходит усиленный распад тканей с последующим их выведением. Чтобы восстановить распавшуюся ткань, организму необходимо затратить массу энергии вначале на переваривание пищи, транспортировку питательных веществ по организму, превращение их в свойственные организмы и только после этого синтезировать из них ранее утраченную ткань. Для больного, ослабленного организма это непосильная нагрузка. Вот почему оздоровление идет очень медленно, возникают различного рода осложнения. Но академик Штерн считает, что эти метаболиты, то есть распавшиеся вещества, представляют собой осколки белковых молекул, гормонов, ферментов и так далее, могут стать строительным материалом, а также возбудителем и регулятором жизненного процесса. Академик Филатов пошел еще дальше, утверждая, что когда организм тяжело заболевает, он защищается всеми доступными его средствами, мобилизуя на борьбу с недугом все защитные силы. В результате этой крайней мобилизации в организме образуются небелковые вещества, воздействующие не на отдельную ткань, а на весь организм в целом, на все его функции одновременно. Они были названы биогенными стимуляторами. Это положение Филатов в дальнейшем подтвердил на практике. Лечение назодами, биогенными стимуляторами, метаболитами, все это идеально скомпоновано в нашей урине и дает потрясающие результаты. В заключении подведем итог и сделаем выводы, за счет чего урина воздействует на организм и каковы ее лечебные эффекты. Энергосберегающий эффект от применения урины возникает за счет того, что урина это А. Структурированная жидкость Б. Жидкость, состоящая из определенных изомеров воды В. Люминисцирующая жидкость Г. Жидкость, содержащая метаболиты, то есть распавшиеся вещества Д. Жидкость насыщена самыми разнообразными солями Лечебные эффекты от применения урины возникают за счет того, что урина имеет кислую реакцию, иммунные и антибактериальные свойства, содержит мочевину, биогенные стимуляторы, оказывает полигормональное действие. Урина содержит информацию о конкретной болезни организма, является универсальным назодным лекарством. Метаболиты урины – возбудители и регуляторы жизненных процессов Итак, автор, опираясь на научные данные, показал Урина является основой всех лекарств Самым эффективным, доступным и при умелом применении безвредным средством Виды урины и их особенности В книге Масленникова «Тайна напитка богов» имеются такие строки Какие болезни лечит моча? Говорят, все болезни лечит Но когда мы на практике стали применять урину, то обнаружили, что далеко не все болезни поддаются уринотерапии, а эффект наступает не так быстро, как это описано в книге Шиван Букальпа Стали искать причины и обнаружили важные особенности, от которых в огромной степени зависит успех лечения Начнем с того, что, оказывается, существуют всевозможные разновидности мочи и каждая обладает помимо общих своими присущими только ей, а следовательно и соответствующим влиянием на организм Итак, какие виды мочи бывают? Первое. Первородная, детская, людей зрелого возраста, старческая, мужская и женская, беременных женщин Второе. Свежевыпущенная, старая, очень старая, упаренная, охлажденная, насыщенная различными веществами и активированная Третье. Утренняя, дневная, вечерняя и ночная Четвертое. Первая порция мочи, средняя и последняя, четное и нечетное количество глотков На качество и состав мочи влияют питание, эмоциональное состояние человека, его индивидуальная конституция, а также мышление Необходимо иметь в виду влияние различных лунных циклов из сезонов года Только из приведенного перечня вытекает, что для каждого вида болезни или расстройства желательно использовать свою урину Только в этом случае абстрактная фраза «Говорят, все болезни лечат» превратится в конкретные и эффективные рекомендации Как лечить? Без знаний этих особенностей, как и многих других, описанных в дальнейшем, вас ждет разочарование И никаких чудес уринотерапии вы не почувствуете Рассмотрим подробнее особенности различных видов урины Первая, первородная моча Реакция мочи у детей первых дней жизни резко кислая Большая часть азота, выводимого с мочой, выделяется в виде мочевины Помимо этого, моча новорожденных насыщена информацией быстро разворачивающихся жизненных процессов Эти особенности мочи новорожденных хорошо использовать для подавления гнилостных и бродильных процессов Когда внутренняя среда организма сдвинута в щелочную сторону и он заживо гниет Старческий запах – внешнее выражение этого гниения Лицам, имеющим такой запах от тела, рекомендуется ее пить Имеющим дисбактериоз в толстом кишечнике и прочие нарушения, ставить клизму Великолепно урина новорожденных помогает при гниющих, долго не заживающих ранах, гангрене и других подобных заболеваниях Благодаря тому, что она содержит много мочевины, смотрите свойства мочевины Ее можно использовать как естественное мочегонное средство для удаления излишка жидкости из организма Для снижения давления цереброспинальной жидкости внутри черепного и внутри глазного давления Оздоравливать почки, особенно при наличии в них различных инфекций Усиливать пищеварительные процессы Подавлять различного рода инфекционные заболевания Растворять фембрин, это тромбы в крови Понижать ее свертываемость И применять при онкологии Питьем внутрь, компрессы наружно Детская моча Как ранее указывалось, основное достоинство детской мочи От 1 месяца до 12-13 лет Это ее насыщенность иммунными телами Система иммунитета имеет центральные и периферические органы К центральным органам относятся костный мозг и вилочковая железа К периферическим селезенка, лимфоузлы и лимфоидная ткань желудочно-кишечного тракта К старости масса вилочковой железы снижается на 90%, а селезенки на 50% Угнетаются функции иммунитета в костном мозгу, лимфоузлах Из-за накопления в организме веществ, угнетающих деятельность этих органов Другими словами, из-за зашлаковки организма Опыты ученых показали, что если пересадить старые иммунные клетки в молодой организм То их активность восстанавливается Но если пересадить в старый организм молодые клетки То их деятельность угасает Это прямое доказательство зависимости иммунитета от степени зашлаковки нашего организма Поэтому человеку, желающему избавиться от инфекционных, вирусных и опухолевых заболеваний Наряду с приемом детской урины, для поднятия иммунитета необходимо очистить собственный организм на клеточном уровне Используя голодание на урине Третья моча людей зрелого возраста Особенно с 18 до 30 лет Она сбалансирована по своему гормональному составу и другим константам Ее желательно использовать для корректировки функций организма человеку в возрасте от 35 до 50-60 лет Для лечения заболеваний применять необходимо только свою урину Вспомните, лечение на зоодомии Если вы решили использовать мочевого донора для стимуляции собственного организма То подбирайте молодого, здорового, однополого человека одинаковой комплекции с вами Вы должны знать его образ жизни, привычки, питание, а также чувствовать его расположение к вам Полное понимание с его стороны к вашим странным просьбам Не стесняйтесь ввести его в курс дела, тем более если вы будете применять мочу в виде втираний или компрессов Четвертое Старческая моча Ввиду того, что человек в этом возрасте живет как бесполое существо с пониженным иммунитетом, разбалансировкой гормональных функций и так далее Это наиболее неподходящая урина Которую можно использовать только самому для лечения разнообразных болезней и расстройств Ее можно применять другим людям только в безвыходных случаях, когда надо срочно запустить мочеотделение и тому подобное Пятое, мужская и женская моча Естественно, мужская и женская моча имеют свои отличительные особенности, которые в первую очередь зависят от гормонального набора, а также на магниченности ее мужским или женским началом Поэтому и рекомендуется в качестве уринового донора использовать человека одного с вами пола В редких исключениях и на короткое время можно использовать и мочу человека противоположного пола Детская урина от 1 года до 10 лет, ввиду малого содержания в ней гормонов, ответственных за половое различие, может быть использована лицами противоположного пола, но не более 1-3 месяцев Чем младше ребенок, тем длительнее прием урины. Чем он старше, тем короче Шестое, моча беременных женщин Этот вид урины весьма полезен и своеобразен На составе урины, на ее свойствах отражается работа материнского организма, функционирование матки, как детородного органа, плаценты и организма ребенка Такого уникального подбора веществ и записанных функций больше нигде нет Кратко опишем отличительные особенности мочи беременных женщин и изменения, происходящие в их мочевыделительной системе Во время беременности происходят структурные и функциональные изменения в почках и мочевых путях Максимум этих изменений наблюдается на 20-35 неделях беременности Так поток плазмы крови, проходящий через почку, возрастает на 45% Клубочковая фильтрация увеличивается на 60% В результате этого повышается выведение с мочой веществ метаболического и питательного значения Глюкоза, аминокислоты, водорастворимые витамины Наиболее обильно с мочой выводятся аминокислоты Гликокол, гистидин, трианин, серин и аланин Удваивается выделение на 16 недели и к сроку родоразрешения достигает количества в 4-5 раз большего, чем до беременности Избыточно выделяется кортизол Выделение некоторых водорастворимых витаминов увеличивается в 3-4 раза Это фолиевая кислота, цинкобаламин, аскорбиновая кислота Увеличивается выделение с мочой конечных продуктов белкового обмена мочевины и обмена нуклеопротеинов Почками выделяется фермент эритропоэтин, который стимулирует образование красных кровяных телец У беременных женщин во второй половине беременности этого фермента больше в 5 раз, чем до нее Итак, моча беременных женщин это питательнейший коктейль, глюкоза, аминокислоты, витамины Повышенное содержание в ней мочевины делает ее хорошим мочегонным и противораковым средством Стимулирующий кроветворение фактор помогает при анемии во всех ее видах Как видите, это действительно универсальная урина, которую можно использовать для стимуляции защитных сил организма и лечения огромного количества недугов Поэтому при любой возможности не упускайте это бесценное лекарство Седьмое, свежевыпущенная моча Это твитурины, наиболее употребим и в сущности представляет собой плазму крови, насыщенную солями и так далее Используют ее сразу же после выхода из организма Она бывает двух видов, от здорового человека и больного Здоровому человеку ее рекомендуется употреблять в целях профилактики заболеваний Поддержки гормонального баланса на стабильном уровне И в целях экономии энергетических и материальных ресурсов своего организма Моча больного человека употребляется как универсальное лекарство После того, как урина остынет, она утрачивает ряд своих свойств Теплотворность, жидкокристаллическую структуру Она разлагается на свету, окисляется на воздухе В ней образуется осадок и так далее Восьмое, старая моча Старая считает урину, которая остыла С появлением первых признаков разложения белковых веществ с аммиачным запахом Важная особенность этой урины заключается в том, что она постепенно утрачивает свой магнетизм То есть свечение и внутреннюю структуру И если ее использовать, там пить, применять для массажа и так далее То она первым делом будет тянуть на себя энергию организма С целью первоначального восстановления своего магнетизма, свечения и структуры Эта особенность старой урины была подмечена древними ягинами, которые предостерегают Никогда не использую для массажа мочу без предварительного упаривания до одной четверти первоначального объема Я тоже не рекомендую вам ее использовать, но накапливать для упаривания можно и нужно Девятое, очень старая моча Как только в урине появляется аммиачный запах, это признак разложения в ней белковых веществ и изменения кислой PH на щелочную Если к такой урине применить положение профессора Филатова о биогенных стимуляторах То мы имеем дело с целебной жидкостью Филатов исходил из того положения, что не все ткани и органы смерть настигает одновременно В тех из них, что еще продолжают жить, хотя организм в целом умер Под влиянием крайне неблагоприятных условий вырабатываются некие высокоактивные вещества сопротивления Названные впоследствии биогенными стимуляторами Помните, биогенные стимуляторы действуют не на один орган или функцию, а сразу и мощно на весь организм в целом В разлагающейся урины создаются крайне неблагоприятные условия, при которых вырабатываются биогенные стимуляторы Возможно, максимум появления этих биогенных стимуляторов в урине будет между 3-7 днями при температуре 20 градусов Цельсия Эту особенность очень старой урины интуитивно подметил Армстранд Указал в своей книге, что для растирания больше всего подходит старая моча с запахом Это примечание мое Либо старая в смеси со свежей Поэтому очень старую урину можно применять наружно в качестве укрепляющего и стимулирующего организм средства за счет изменения ее PH Со слабокислой на щелочную для растворения разнообразных отложений кислого происхождения Едкий аммиачный запах способствует раскрытию пор кожи и лучшему проникновению урины в организм человека Дополнительно, как показали результаты исследований ученых, аммиачный запах может стимулировать работоспособность человека Если вспомнить рекомендации древних целителей, то подобную урину с аммиачным запахом хорошо использовать для детоксикации За счет расширения пор кожи токсины лучше выводятся из организма А сам запах аммиака, то есть нашатыря, служит вытесняющим токсинным средством Ее применяют от глистов Жгучие и едкие свойства аммиака уничтожают их Она очищает сосуды, удаляет закупорки За счет большой подвижности аммиачных поров Все приходит в движение и в итоге оказывает очищающее действие Отторгает омертвевшую гниющую ткань, она щелочная по своей природе Она растворяет и отторгает лучше всего еще более сильной щелочной средой Какой и является аммиак Дойдя до здоровой кислой ткани, процесс останавливается Лечит задержку мочи В некоторых случаях задержка мочи это спазм, сужение А аммиачный запах действует расширяюще Несколько методик применения очень старой урины А. Для очищения толстого кишечника от грязи и паразитов Применяют клизмы с одним литром старой урины От которой идет небольшой аммиачный запах Выдержка не более 3-5 дней при температуре 20 градусов Цельсия Урина с сильным запахом не подходит Она может вызвать щелочной ожог слизистой толстого кишечника Подчеркиваю, запах должен быть, но не сильный Б. Для очищения сосудов и удаления закупорок Накладывают компрессы из подобной мочи Ее же можно использовать для очищения ран и поверхностной Тела от омертвевшего и ороговевшего Путем накладывания на пораженное место компрессов Вначале лучше применять урину с небольшим запахом А по мере привыкания со все большим В. Для растворения отложений солей Также накладывайте компрессы Чем старее отложение солей, тем с большим запахом Используйте урину, но так, чтобы не было ожога кожи Десятое. Упаренная до 1 четверти первоначального объема урина В древнем индийском тексте Шивамбукальпа Рекомендуется использовать упаренную мочу Получается она следующим образом В эмалированную стеклянную, но не металлическую посуду Помещайте 400 граммов любой мочи Свежей, старой, детской, смешанной и так далее Ставите ее на огонь и кипятите до тех пор То есть выпаривайте, пока не останется 100 граммов Это и будет упарено до 1 четверти первоначального объема урина Можно брать 1 литр, 2 литра и так далее Но при упаривании должна остаться 1 четвертая часть первоначального объема Теперь посмотрим, что происходит с уриной во время выкипания То есть выпаривания А. Согласно теории Филатова, биогенные стимуляторы Образуются в органическом веществе под воздействием Крайне неблагоприятных условий Кипячение урины как раз и является тем условием Как показали исследования Биогенные стимуляторы Ранее полученные в ткани за счет выдерживания ее в течение 4-6 дней В темном месте при температуре минус 3-4 градуса Цельсия Запросто выдерживают температуру 120 градусов Цельсия Отсюда был сделан важный вывод Биогенные стимуляторы не могут быть белковыми веществами Иначе они бы инактивировались А являются особыми образованиями Которым присуща термоустойчивость Отсюда под воздействием высокой температуры В урине образуются биогенные стимуляторы Причем в больших количествах, чем просто в очень старой Упаривать мочу более 1 четверти первоначального объема не рекомендуется Ибо ее внутренняя структура приобретает свойства мыла Рекомендация Армстронга Кипятить мочу нельзя неверно А рекомендация древних йогинов поистине великолепна При этом упаренная урина не изменяет своего pH Она по-прежнему остается кислой жидкостью Кстати, йоги не столько упаривали мочу с помощью огня Они просто выставляли ее на солнце И под действием солнца она выпаривалась до нужного объема Б. Используя упаренную урину Мы занимаемся алхимией тела Заменяем воду с обычной кристаллической структурой На термоустойчивую, трудно разрушимую А потому и более полезную для организма Другими словами, углеродистое тело постепенно переделывается в алмазное Теоретическое обоснование этого процесса заключается в следующем Из 48 природных видов воды Об этом подробно написано в первом томе книги «Целительные силы» Которую составляют нашу урину Остаются только наиболее устойчивые к температурному воздействию А менее устойчивые просто испаряются Кристофер Берт в своей книге «Тайная жизнь растений» говорит Что чем длительнее жизнь жидкого кристалла Тем он более полезен для организма И тем больше у него родства с жизненными соками человека Именно такие кристаллы образуются в упаренной урине В местечке Хунзакут, где живет население долгожителей Говорят, что там средняя продолжительность жизни 120 лет Бьет ключ удивительной воды При исследовании оказалось, что минералы в воде присутствуют не в форме ионов А в форме коллоидов Причем отрицательно заряженных Наша урина – это коллоидный раствор с отрицательно Заряженными мицеллами Основу мицелл составляет Мукополисахариды Которые известный исследователь И энтузиаст уринотерапии Филипп Семенович Ханене Считал основным лечебным фактором Эксперименты, проведенные С Хунзакутской водой Показали ее уникальные свойства Бетон, замешанный на ней Выдерживал нагрузку в сотни раз больше обыкновенного 4 тонны на квадрат 2,5 см на 2,5 см Кроме того, он оказался легче по весу И не подвержен коррозии Доктор технических наук Сергеев В статье «Вода помнит все» Журнал «Свет» номер 9 за 1990 год Пишет следующее Выявлены сходные закономерности В изменении свой старения неживой материи И живых организмов Отсюда простой вывод Если закономерности старения У неорганической и органической материи сходны То как организм, так и обычный бетон Разрушаются своими естественными темпами Но меняя воду, основу как бетона Так и человеческого тела Можно значительно увеличить продолжительность жизни Ее активный творческий период И как гласит текст Шивамбу Кальпа Наши предки использовали это свойство Упаренной урины для продления жизни Развития творческих способностей Выдержка Тот, кто массирует свое тело с Шивамбу Три раза в день и трижды ночью Долго не теряет способности К продолжению рода Все его суставы укрепляются Он освобождается от болезни И достигает блаженства Тот, кто пьет мочу раз в день И втирает ее в тело в течение трех лет Обретает тело полной силы и блеска Знания в искусствах и науках Обретает дар красноречия И живет до тех пор, пока существуют На небе звезды и луна Перестройка внутренней структуры урины При упаривании На рисунке показано Как мицеллы группируются в агрегаты При уменьшении воды в урине Эти агрегаты Располагаются особым упорядоченным образом По всему объему урины Придают ей особую структуру Внутренняя структура урины За счет эффекта полостных структур Накапливает энергию И образуют стоячие волны Причем происходит накапливание Энергии времени Хрональной энергии Этой энергией можно облучаться Для повышения организованности Структур своего тела То есть уменьшается энтропия Энтропия это распад Что будет выражаться в эффекте омоложения И вот вы можете посмотреть рисунок Строения обычной и упаренной урины Наиболее мощными накопителями Подобной энергии Являются правильные шестиугольники Шестиугольники Природа давно их использует Бензольные кольца, молекул, медовые соты и так далее Упарено до 1,4 первоначального объема урина Содержит эти шестиугольники За счет чего обладает наибольшей энергетикой И всех разновидностей урин Дальнейшее упаривание урины Приводит к образованию мыла И утрачиванию шестиугольной структуры Американцы на основе исследований Хунзакутского источника воды Разработали рецепт напитка С добавлением коллоидов Обнаруженных в материнском молоке И мякоти черешни Заводская упаковка такого напитка Дополнительно разбавляется 4,5 литрами дистиллированной воды В результате чего Она может оказывать Биологический эффект На организм человека и животных Такой же как и животворящая Хунзакутская вода Про которую писали Старик приобретает Прыткость молодого Кляча попил необыкновенной водички Вдруг понесла и родила Кучу жеребят Трофические язвы Словно по волшебству Проходят Генетические дефекты Крови, плазмы, крови Типа серповидности Эритроцитов Пропадают бесследно Упаренная урина В этом отношении Ничуть не уступает Ни хунзакутской воде Ни американскому Чудо-раствору На коллоидах Материнского молока И черешни В ней происходит Концентрация всего Что имелось в обычной Плюс то полезное Что получается При кипячении Возможно Таким образом Получал Алексей Залманов Свой гравидан Об этом подробнее Смотрите В первом томе Книги Целительные силы Еще один пример Того Как действует Упаренная урина 17 дней Среднюю урину Собирала между Тремя и Четырьмя Часами Пью по три Глотка Упарену До одной четвертой Думаю У меня стал работать Кишечник Прошел полип Желудка Мягче стал Живот И сердце Лучше работает Протирая мочей Ноги и руки Оказывает помощь Это пишет Жительница Города Губкина Екатерина Инвалид Второй группы Упаренная урина Представляет собой Очень концентрированный Но естественный Солевой раствор Поэтому она Действует В несколько раз Сильнее Обычной урины В отношении Послабления И очищения Тянущая сила Ее такова Что она При клизмении Очищает Не только Слизистую Толстого Кишечника Но и Воздействует Аналогичным Образом На всю Брюшную Полость В клинической Медицине Широко Используются Различные Виды Очисток Организма От токсических Веществ Чаще всего Для связывания Токсинов Используют Синтетические Угли Но вместе С тем Подчеркивается Что такое Очищение Может приводить К нежелательным Последствиям А нужны Вещества И методики Позволяющие Длительно И безопасно Их использовать Серия экспериментов Пишет Фролькес В книге Долголетие Действительно И возможное Издательство Киев 1989 год Страница 236 Или 237 На животных Показала Высокую Эффективность Кишечного Очищения С помощью Синтетического Угля Добавляемого В пищу Результатом Этих Экспериментов Явилось Резкое Увеличение Жизни Животных В среднем На 43,3% Упаленная Урина За счет Осмоса Насасывает И удерживает Себе Шлаки В воду Слизь Паразитов Но при этом Ничего не раздражает А наоборот Помогает Восстанавливаться Сам автор И многочисленные Последователи Убедились Что простые Микроклизмы От 100 до 200 Граммов Освобождают Наш организм От слизи Шлаков Засевших В почках Поджелудочной Железе Стенках Мочевого Пузыря Половых Органах Связках И мышцах Паховой Области Разгружается Вся Выделительная Система Урину Можно пить Но при этом Надо тщательно Контролировать Своё питание Эффекты От приема Упаренной Урины Как внутрь Так и наружно Поражают С первого Раза Упаренная Урина Меняет Свои вкусовые Качества И цвет Так Обыкновенного Человека Она становится Очень горького Вкуса И приобретает Особые Отрывающие Свойства Отрывающие Свойства Выражается В том Что при Контакте Упаренной Урины Например С полипами Толстого Кишечника Желудка Опухолями И так далее Клетки Этих Паразитарных Перерождений Отмирают И отторгаются Паразиты Выскакивают Так у многих Людей После первых Процедур Клизмения С упаренной Урины Выходят Глисты Полипы И прочее Которых Ничуть Не затрагивают Клизмы По Уокеру С чистотелом И другими Ингредиентами Если Человек Сознательно Изменит Своё питание И будет Потреблять Каши Фрукты Сухофрукты Зимой Овощи Тушёные Зимой Мёд Травяной Чай Орехи Бобовые То у него Образуется Моча Содержащая Мало Солей При упаривании Такая урина Не обладает Выраженным Горьким Вкусом И содержит Мало Солей Вкус Такой урины Слегка Напоминает Жжёный Цвет Медовый А запах Становится Свежим Приятным Бальзамическим Такая урина Способна Поддерживает Сердце За счёт Золотистого Цвета Воздействуя На тёмную Патологическую Энергию И изгоняя её Такая урина Поражает Своей целебностью Что проверено Неоднократно Разъясним Эффект Светового Воздействия Урины Более подробно Май Богачихин В статье Свет Видимый Немногим Журнал Свет За 1990 Год Номер 2 Рассказывает Об окружающих Нас Видах Энергии Которые имеют Различные Цвета И соответственно Свои особые Качества Как правило Светлые Тоно энергии Благоприятны Для человека Ибо они Строят Голографическое Тело А тёмные Наоборот Разрушают Его Некоторые люди Видят эту чёрную Энергию Покрывающую Тот или иной Орган Это характеризует Его как Больной Тяжесть заболевания Зависит от окраски Чем чернее Тем более Поражён В процессе лечения Направляя светлую Энергию Мы добиваемся Изгнания Вытеснения Чёрной окраски В результате чего Болезнь Проходит Вот характеристики Целебных Свойств Цветов Которые Присущи Упаренной Урине Первое Красный цвет Строит гемоглобин Активизирует Печень Повышает Теплотворные Способности Организма С его помощью Лечит Следующие болезни Анемию Бронхиальную Астму Запор Апатичность Пневмонию Туберкулёз Физическую Дебильность А также Воздействует На эндокринную Систему Второе Жёлтый цвет Активизирует Двигательные Нервы Способствует Выработке Энергии В мышцах Стимулирует Протоки печени И обладает Больше силы Сочетающих Цвету То есть Красного И Жёлтого Он стимулирует Щитовидную Железу Дыхание Обладает Антиспазматическим Эффектом Помогает Метаболизму Кальция В организме И укрепляет Лёгкие С его помощью Лечатся Следующие Болезни Астма Ревматизм Подагра Желчные Камни Болезни Почек Лёгких Злокачественные И обычные Опухоли Подводя Итог Описанию Свойств Упаренной Урины Можно Смело Сказать Что это Лучший Вид Урины Как для Больных Так и Для Здоровых Людей Одиннадцатого Охлажденная Моча Если Свежевыпущенную Урину Выдержат В холодном От минус Трех До минус Четырех Градусов Цельсия И темном Месте То в ней Под влиянием Неблагоприятных Условий Также Образуются Биологически Активные Вещества Таким образом Это третий Вариант Получения Из урины Биологически Активных Веществ Но самый Лучший Это Упаривание Двенадцатое Насыщенное Различными Веществами Моча Из древних Источников Швамбу Кальпа Аюрведа Джудши К нам Дошли Сведения Что параметры Мочи Можно Значительно Менять Добавляя В нее Различные Вещества В результате Этого Мы избирательно Будем Воздействовать На усиление Того Или иного Свойства Мочи А через Него На ту Или иную Функцию Организма Например Кипячение Мочи С куском Благородного Металла Дополнительно Насыщает Ее Атомами Золота Серебра И так далее Что усиливает Специфическое Действие Помните Золотой Песок Лечит Болезни Почек И задержку Мочи Методика Применения Облагороженной Золотом Урины Такова При упаривании Урины Положить в нее Золотой Предмет Далее Такую Урину Используйте В виде Компрессов При почечных Заболеваниях Добавление Различных Трав И их Смесей Позволяет Дополнительно Повышать Микроэлементный Состав Упаренной Урины Что подходит Для насыщения Организма Микроэлементами Например При упаривании В урину Положите Две чайные Ложки Сухой Морской Капусты Далее Такую Урину Используйте В виде Компрессов Для Минеральной Подкормки Организма Для ванны В качестве Общего Омоложения Организма Как Виватон У Караваева Смешивая Урину С медом С сахаром Мы меняем Ее вкусовые Характеристики И несведущий Человек Употребляя Такую Урину Думает Что пьет Оригинальный Приятный На вкус Отвар Из трав Это Можно Использовать Для стимулирования Физической И умственной Работоспособности А также Для привыкания К урине На первых Этапах Для лечения Детей И так Далее Насыщенная Различными Веществами Урина Это Огромное Поле Для Творчества Вы Вообще Можете Нечаянно Для себя Открыть Настоящий Эликсир Могучего Здоровья Попробуйте Экспериментируйте Все зависит От вашего Интеллекта Это Высший Класс Уринотерапии Который Приходит С практикой Тринадцатая Активированная Моча Пропуская Урину Через Магнитотрон Мы тем самым Подзаряжаем Ее Мицеллы То есть Эти вот Частицы Которые Называются Мукополисахариды В результате Этого Она становится Еще более Активной Во всех Отношениях Если Урину Довести До Кипячения Любую То она Перестраивает Свою внутреннюю Структуру Так Чтобы Пропускать Через себя Больший Поток Тепловой Энергии Чтобы Эту Структуру Зафиксировать А затем Использовать Ее Повышенную Энергетику Для укрепления Организма Надо Урину После Доведения До Кипящего Состояния Охладить Быстро Охладить Например Проточной Воде В результате Такого Охлаждения Приобретенная Ранее Супер Структура Вмораживается И мы Можем Ее Использовать Применять Ее Необходимо Сразу После Охлаждения То есть Охлаждать До Температуры Парного Молока Иначе Структура Быстро Распадается При Медленном Охлаждении Такого Эффекта Не Достигнуть Целебность Такой Урины Любой В несколько Раз Сильнее И ее В отличии От Омагниченной Можно Применять Постоянно Омагниченную Урину Лучше Использовать Для Наружного Применения Для Ванн С целью Повышения Общей Энергетики Тела Это Особенно Хорошо Подходит Для Случаев С Обездвиживанием Человека Обезвоживанием Она Производит Выравнивание Общего Заряда Организма Резко Охлажденную Урину Используют Для Постоянного Приема При Различного Рода Болезнях И Расстройствах Например В онкологии Внутрь В виде Питья И наружно В виде Компрессов Возможно Сочетание Что еще Более Увеличит Воздействие Такой Урины На Урину До Одной Четвертой Части Первоначального Объема Резко Охладили И сразу Пропустили Через Магнитотрон Смочили Хлопчатобумажную Ткань И сделали Компресс Можно Такую Урину Налить В термос Который Держит Супер Структуру Более Длительное Время И Использовать В виде Компрессов По Мере Необходимости Можно Попробовать И Активирование Которое Принято В гомеопатии По Тенциированию Суть Этого Метода Заключается В том Что По мере Разведения В жидкости Не остается Вещества Но остается Его действующее Начало На полевом Уровне Так Лекарства Разведенные В дистиллированной Воде Или растертые В нейтральном Порошке Один К тысяче Или Один К миллиону Сохраняют Лечебные Свойства Более Того Оказалось Что С увеличением Степени Разведения Действие Лекарства Стало Усиливаться То есть Потенциироваться Так После 23 Десятитысячного Разведения Ни одной Молекулы Исходного Вещества Не остается А лечебный Эффект Проявляется Все с Большей И большей Силой Применительно К урины Это будет Выглядеть Так На 100 Граммов Дистиллированной Воды Добавить Одну Каплю Урины Это Одно Разведение На самом деле Необходимо Добавлять 1 грамм То есть 1 к 100 Для простоты Объяснение Берется Капля Но при этом Суть дела Не меняется Встряхиваете Баллончик Жидкостью 10 раз Далее Из этого Баллончика Берете Одну Каплю И добавляете Ее 100 граммов Дистиллированной Воды Как и В первом Случае Встряхиваете 10 раз Подобный Процесс Повторите Еще Несколько Раз В результате Этого Если верить Гомеопатии Получается Жидкость Сходная По своему Действию С биологическим Стимулятором Воздействует На весь Организм Сразу И сильно Начать Следует С малых Степеней Разведения И постепенно Добираться До больших Потенций При этом Внимательно Прислушивайтесь К собственному Организму И изменениям Происходящим В нем 14 Моча Утренняя Дневная Вечерняя И ночная Какая Разница Существует Между Этими Видами Урины Оказалось Большая Первая С 3 до 15 Часов В нашем Организме Преобладает Кислая Фаза А с 15 До 3 Это время Местное Щелочная Если Использовать Первую Мочу То она Лучше Способствует Заживлению Ран Рассасывание Опухолей Нормализует Сдвинутую Щелочную Сторону Внутреннюю Суду Организма Поэтому При Выше Указанных Расстройствах Лучше Использует Этот Вид Урины Второе Утренняя Моча Оказывается Наиболее Полезна Тем Что она Насыщена Гормонами Так Вначале За 2 часа До пробуждения Активируется Гипоталамус Далее Гипофиз А затем Все остальные Железы Например Пики секреции Надпочечниками Глюкокортикоидов Активности Щитовидной И поджелудочной Желез Приходится На ранние Утренние Часы Вот почему Утренняя Моча Наиболее Полезна Никогда Не упускайте Случа Употребить Этот Гормональный Коктейль Особенно Хорошая Таурина Для использования При женских Заболеваниях Например Пить Делать Тампоны Она Обезболивает И лучше Заживляет Поврежденные Слизистые Оболочки Половых Органов Третье Во второй Половине Дня И вечером Моча Насыщена Пищевыми Веществами Продуктами Дневного Метаболизма Ее можно Использовать Как пищевой Продукт А вот Ночью Идет Моча Болезни Ее необходимо Использовать Рано Утром Нечетное Количество Глотков Для Собственного Исцеления Четвертое Активность Почек Меняется В течение Суток По-разному Так В утренние И дневные Часы Почки Выделяют Воду Электролиты Продукты Азотического Обмена Ночью Титруемые Кислоты Аммиак Водородные Ионы Этот факт Еще раз Указывает Что для Закисления Организма Больше подходит Ночная Урина Которая В основном Сбрасывается Сразу После Сна Еще раз Повторю Ночная Урина Сбрасываема Сразу же После Пробуждения Самая Полезная Во всех Отношениях Поэтому Используйте Во всех Случах При болезни И как Общеукрепляющие А так же В других Случаах Пятое Ввиду того Что в нашем Организме Происходит Последовательное Чередование Активности Органов Это Отражается На количественном И качественном Содержании Веществ В урины Например Если Активна Печень Это 2 часа То в это время В урине Будет больше Веществ Вырабатываемых Печенью Ее Метаболитов Если Поджелудочная Железа То ее Продуктов И метаболитов Поэтому Для нормализации Функции Какого-либо Органа Важно Знать Время Его Функционирования Собрать Урину В это время Активировать Например Подержав В холодном Темном Месте Или Довести До кипения И остудить И употреблять Тогда Когда работает Этот орган Например Болит Желудок Время Его Активности С 7 до 9 Часов Собирают Мочу Которая Выделяется В это Время Помещают В холодильник Морозилку На 3-4 дня А затем Употребляют Подогретый Допорного Молока С целью Лечебного Воздействия На желудок С 7 до 9 Часов Так можно Поступать С любым Другим Органом Добивая 100% Исцеления 15 Первая Порция Мочи Средняя И последняя Четное И нечетное Количество Глотков В швамбу Кальпа Имеется Следующее Методическое Указание Пить Только Среднюю Струю Часть Урины При этом Струю Урины Сравнивают Со Змеей Как Змея Содержит Яд В голове И в хвосте Так И струя Урины Современные Толкователи Объясняют Это Следующим Образом Сначала Выходит Много Желчи А также Промывается Мочевой Канал А у последней Порции Мало Желчи Поэтому Средняя Часть Содержит Оптимальное Количество Веществ Дающих Наилучшие Результаты Я считаю Что это Поверхностный Взгляд На суть Весьма Серьезной Рекомендации Вы никогда Не задавали Себе вопрос Почему Желток В яйце Расположен В центре Существует Определенный Вид энергии Который Был Назван Вейником Хрональной То есть Энергии Времени Существование Ее Экспериментально Доказано Обнаружены Ее свойства И главное Среди них Это полная Информация О всех Процессах Организма Человека Среди других Свойств Отметим Следующее Проходя Через Вещество Она Образует Пучности То есть Интерферационные Волны Есть мнение Что Облучение Ее Приводит Как К излечению Различных Заболеваний Так И появлению Оккультных Сил Которые Называются Ситхи Или Сверхспособности Например Аккумулятор Райха С помощью которого Лечат Всевозможные Заболевания Основан На этом Принципе Саркофаг Расположенный В центре Пирамиды И наполненный Водой Служит Аккумулятором Этой Энергии В которую То есть В воду Заряженную Хрональной Полем Погружались Люди При Посвящении Кстати Можете Посмотреть Рисунок Примерно Так Происход Отражение Хрональной Энергии От стенок Куриного Яйца И концентрацию В центре Где Желток Подобное Наблюдается И в Мочевом Пузыре В мочевом Пузыре Хрональная Энергия Отражаясь От стенок Концентрируется В центре Отсюда Центральная Часть Урины Находящаяся В мочевом Пузыре Заряжена Хрональной Энергией Которая Отвечает За то Сколько Человеческое Тело Будет Существовать Теряя Хрональную Энергию Мы тем Самым Теряем Жизнь Если Мы Будем Возвращать Ее Назад В виде Питья Или Массажа То Тем Самым Продлим Собственную Жизнь Прием Средней Части Урины И является Техникой Приносящей Успех Но И это Еще не Все Оказывается Урину Надо Пить Залпом Либо Делать Нечетное Количество Глотков Почему Да Потому Что Необходимо Соблюдать Интерференцию То есть Волновой Эффект Суть Интерференции Заключается В том Что Две Равные Волны Накладываясь Друг На Друг Могут Себя Нейтрализовать Либо Взаимо Усилить В первом Случае Эффект От Употребления Урины Будет Нулевым А во втором Усиленным Если Человек Пьет Урину И Прерывается То Последующие Глотки За счет Интерференции Могут Взаимоподавлять Друг Друга Если Пьет Залпом Никакого Подавления Не будет Теперь Нам Стал Полностью Ясен Смысл Фразы Каждое Утро С позаранку Пей по Три Глотка Собственного Чи И Поправишься Эффект Интерференции И рекомендацию Соблюдать Нечетное Количество Глотков Использует Сарчук При Заряжении Воды И этот Метод Подается Как Наисовременнейший Корни Этого Метода Уходят В такую Глуп Веков Что Забылись Однако Мы Теперь Знаем Как Правильно Пить И Пользуясь Научными Данными Показали Обоснованность Приема Собственной Урины Для Лечения Болезней В который Раз Поражается Мудростью Древних Уринотерапии Основа Любого Способа Лечения Шестнадцатое Влияние На мочу Питание Мышление Эмоции И Индивидуальной Конституции Человека Если В пищу Входят Продукты Богатые Белком Они Разлагаются На мочевину И большое Количество Азотистых Веществ Которые В свою очередь Разлагаются До Аммиака Придавая Моче Специфический Запах Отсюда Диета Является Самым Важным Фактором Определяющим Вкус И Запах Мочи Пища Содержащая Гемоглобин Мясо Действует Затемняюще На рассудок Человека Делая его Характер Взрывным Яростным Как у Хищного Животного Автор Все тонкости Питания Узнал За счет Того Что регулярно Употреблял И употребляет Собственную Мочу Наша Моча Прекрасный Индикатор На съеденные Продукты Лучше всего Она получается После приема Натуральных Продуктов Овощей Фруктов Каш Орехов Меда Травяных Чаев Можно употреблять В небольшом Количестве При условии Правильного Сочетания Мяса Яйца Молоко Картофель Творог Хуже всего Она получается От рафинированных Засоленных Неестественных Продуктов И смешанного Питания По собственной Мочи Вы сразу Поймете Без всякой Теории Какими продуктами Надо питаться И как их Правильно Употреблять Без этой Обратной Связи Бесполезно Толковать Человеку О правильном Питании В индийских Ашрамах Где практикуется Уринотерапия В пищу Употребляют Следующие Продукты Лепешки Из риса Вареные Овощи Небольшое Количество Бобовых Это горох Чечевица Иногда Фрукты И сырые Овощи При такой Диете Урина Имеет Приятный Вкус Поправки В диете Вносятся В соответствии С индивидуальными Потребностями Зависят От Индивидуальной Конституции И имеющимися Болезнями Они Также В основном Возникают С учетом Индивидуальной Конституции Человека Например Для лечения Гепатита Из желчных Расстройств Используется Больше сладких Фруктов Кипяченой Воды И особенно Компота Из сушеных Яблок Если проанализировать Рекомендации Из Дамар Тантры Как следует Применять Уринотерапию По сезонам Года То получается Интересная Информация Которую Можно Использовать И в наше Время С учетом Условия России В сезон Дожди Надо размолоть Плоды Терминали Это вид Фруктов Каменную Соль И корни Перца И смешать Это с молоком После этой Смеси Принять Мочу Тогда Огонь Не причинить Вреда Ученику Как это Понимать В сезон Дождей Когда Очень сыро Прохладно Древние Мудрецы Рекомендовали Применять Продукты Стимулирующие Теплотворные Свойства В организме Это Каменная Соль И корни Перца Принимаемая Вслед Урина Предотвращала Вредные Действия В зимнее Время Рекомендуется Принимать Сухой Имбирь Сухие Фрукты Плоды Терминали И кристаллизованный Сахар В соответствии С различными Формулами Сухой Имбирь Сухофрукты Моча Способствуют Симуляции Теплотворных Качеств Организма Плоды Терминали И сахар Это Кони Которые Доносят Вещества До различных Уголков Организма Существует И другая Тонкость При использовании Разнообразных Целебных Продуктов Например При применении Отвара Полыни Вы воздействуете Ее Растворяющими И бактерицидными Свойствами На организм Пройдя через него Вещества Полыни Совместно С растворенными Веществами И уничтоженными Бактериями Образуют Совершенно Другое Вещество Которое При повторном Введении Будет Избирательно И изощреннее Воздействует На патологию От которой Она Произошла Это Ничто иное Как разновидность Лечения Назодами Когда болезнь Находится В неактивной Стадии Или Закапсулирована Организмом Таким образом Эффект От повторного Введения Урины В организм Питье Втирание В кожу Более Глубок И целенаправлен Чем В первом Случае Весьма Хороша Урина Когда Человек Два-три Раза И более Дней Подряд Питался Хлебом Из проросшего Зерна Без всяких Приправ Только В сыром В виде Целительные Возможности Такой Урины Значительно Возрастают Ее можно Использовать Для лечения Других Людей Если смешать Такую Урину С медом То вряд ли Кто разберется Что это урина А не травяной Настой Дополнение Например Делался Такой опыт Две пробирки С одинаковыми Культурами Бактерии Ставили На некотором Расстоянии Друг от друга В одну Добавляли Вещество Которое Умертвило Бактерии Умирая Бактерии Излучали Сигнал Смерти От которого Умирали Бактерии В другой Пробирке С совершенно Нормальной Средой Следующее Дополнение В сыром Виде Это означает Без Масла Соли Перца И так далее Итак Уникальная Урина Образуется Во время Голодания Во время Голодания Организм Переходит На внутреннее Эндогенное Питание Используя Жировую ткань Белки Тело И по мере Увеличения Срока Голодания Переходит На синтезирование Аминокислот Из кетоновых Тел Азота И углекислого Газа Ввиду того Что начинается Мощное отделение Шлаков И урина Насыщена Ими То принятие Внутрь Такой урины Все или Частично Например Только дневной Частично Дневной Способствующего Более мощному Растворению Залежи Шлаков Лечению Скрытых Очагов Инфекций Согласно Гомеопатическому Принципу Подобное Действует На подобное И чем больше Строки Такого Голодания Тем лучше Организм Освобождается От все более Глубоких Отложений Шлаков Плод До костной Ткани Автор Только благодаря Этому Эффекту В 40 лет Приобрел Гибкость Как у Заправского Йога На вкус Такая урина Делается все более И более резко Едко И все лучше И лучше Растворяет Оздоравливает Изгоняет Разнообразную Патологию При этом Она настолько Становится Насыщенной Шлаками Солями И так далее Что сбрасывается Через задний Проход Заодно Прочищает Толстый кишечник Естественным путем Но когда Глубинное Очищение Оканчивается Примерно На 20 сутки При условии Что до этого Вы прошли Очищение Толстого кишечника Печени Урина Приобретает Нормальные Вкусовые Качества Поэтому По вкусовым Качествам Урины Можно весьма Точно Ориентироваться Во времени Окончания Голодания Показатель Этот Строго Индивидуален И не требует Ничьих Наблюдений Со стороны Чтобы понять Важность Важность Влияния На наше здоровье Мышление Эмоции И собственные Конституции Необходимо Углубиться В само тело Человека Согласно Исследованиям Физиков Основным Структурным Уровнем Является Не молекулярный Не атомарный А квантовый Физики Квантом Определяют Основную Единицу Материи Или энергии В 10-100 Миллионов Меньшую Чем атом На этом уровне Материя И энергия Становятся Взаимозаменяемыми Согласно Ведической Философии Вначале Образуется Полевая Сущность Человека Которая За счет Своих Вибраций Сильных Но невидимых Заставляет Кванты Объединяться В атомы Молекулы Частицы Вещества Современные Исследования В институте Махариши Айурведы Подтвердили Это Древние Утверждения Полевым Уровнем Человеческого Существа Руководят Мысли Эмоции Настроение На квантовом Уровне От каждой Мысли Образуются Квантовые Флуктуации Которые В итоге Создают Физические Вещества Например Страх Приводит К выделению Адреналина Радость Вызывает Образование Эндорфинов Все эти Вещества По-разному Влияют На физиологию Организма И естественно Они То есть Эти вещества Поступают в урину Которая от этого Может становиться Ядовитой Или Целебной Практика Показывает Что от переживаний Гнева И других Отрицательных Эмоций Образуются Вредные Вещества Насыщенная Такими Веществами Урина При обратном Приеме Может вызвать Отравление Радостное Радостное Настроение Насыщает Урину Благоприятными Веществами Которые При повторном Приеме Являются Бальзамом Для тела Недаром Шуманбукальпа Всем практикующим Уринотерапию Советовалось Владеть Своими Чувствами Таким образом Настроив Своё сознание На Воздоровление Вы тем самым Можете Внутри себя Вырабатывать Собственные Лекарства Для исцеления И повторно Использовать Его Суриной Разнообразные Волевые Установки Исцеляющие Настрой Георгия Сытина И тому подобное Весьма Помогут Вам В этом А урина Усилит Благотворное Воздействие Отсюда Вытекает И предупреждение После Нервных Потрясений Горе Ненависти Обиды И так далее Урину Принимать Нельзя Пусть Пройдет Один Два Дня Согласно Аюрведе Там Где полевой Уровень Нашего Организма Переходит В материальный То есть Квантовый Действует Три Главных Жизненных Принципа Которые Называются Дошамы Буквально Влага Выпад У каждого Человека Они строго Индивидуальны И в системе Полевой Уровень То есть Сознание Физическое Тело Они регулируют Все функции Человеческого Организма Но со временем В основном Из-за низкой Культуры мышления Питания Неправильного Образа жизни Координация Между полевыми И физиологическими Уровнями Человеческого Организма Нарушается Это выражается В самых различных Недомоганиях И болезнях Начиная от Нервозов Срывов Плоть до Сумасшествия Диабета Рака И так далее Отдых В течение Нескольких Дней С регулярной Практикой Трансцендентальной Медитации Это в основном Расслабление Питание С учетом Индивидуальной Конституции И прием Собственной Урины Позволяет Быстро Восстановить Утраченную Связь Сознание Тело Особавляться От помех И почувствовать Ся полным Сил И творческих Планов Именно по этой Причине На западе Такое Широкое Распространение Получили Недельные Медитативные И Расслабляющие Курсы По коррекции Своего Психического Состояния И вот здесь Наша урина Выполняет роль Передатчика Корректора Влияние Успокаивающего Сознание На разбалансированные Функции Организма Таким образом Ваша Индивидуальная Конституция Налагает свой Отпечаток На урину И делает ее Строго Специфичной Жидкостью В любой Момент Времени Периодическое Применение От 3 до 10 Раз в году Подобных Программ Коррекции Позволяет вам Всегда быть В форме И вовремя Освобождаться От разрывов Между сознанием И телом Недаром В древних Текстах У Панишат Говорится Познай я Как хозяина Колесницы Чувство Как возницу А тело Как колесницу Семнадцатое Влияние Лунного Цикла И сезонных Особенностей Года на мочу Знание того Как функционирует Наш организм В течение Лунного Цикла И сезонного Года Позволит Нам Более Грамотно И наверняка Использует Урину Для лечения И стимуляции Жизненных Функций Организма Во время Лунного Цикла То есть Лунного Месяца Из-за Гравитационного Влияния Луны И Солнца Активность Функции Человеческого Организма Изменяется Следующим Образом Во время Первой Фазы Это Семь с небольшим Дней В ее первую Треть Активна Голова Лицо Мозг Верхняя Челюсть Глаза Во вторую Треть Горло Шея Евстахиевая Труба Шейные Позвонки Последнюю Треть Плечи Руки Легкие Нервная Система Во вторую Фазу Активны Совершенно Другие Части Человеческого Организма В третьей И четвертой Соответственно Свои На рисунке Указана Активность Органов И частей Тела В зависимости От лунных Фаз И вы Все это Можете Посмотреть Рисунок Лунный Цикл И активность Частей Тела Человека Помимо Этого В течении Лунного Цикла Имеются Две Фазы Первая Третья Когда организм Хорошо впитывает Принимает И держит В себе Поступающие В него Вещества И наоборот В оставшиеся Фазы Вторая Четвертая Организм Выбрасывает Из себя Шлаки В это время Хорошо проводить Очистительные Процедуры Поэтому Если хотите Что-либо Вводить в организм Например Насыщать его Солями Из урины То используйте Для этого Первую И третью Фазы Для выведения Используйте Вторую И четвертую Например Когда очищаете Толстый кишечник Суриной Дополнительно Если вы хотите Целенаправленно Попасть в тот Или иной Орган Вы должны Использовать Суточное Время Активности Этого Органа Рисунок 6 Сезонная Активность Органов Отчет Сезонной Активности Органов Человеческого Организма Необходимо Начинать С самого Нового Года По восточному Календарю Первые 72 Дня Активна Функция Печени Желочного Пузыря 18 Дней Активна Функция Селезенки Поджелудочной Железы И желудка Далее 72 Дня Активны Функции Сердца И тонкого Кишечника 18 Дней Селезенка Поджелудочная Железа Следующие 72 Дня Активны Легкие Толстый Кишечник И через 18 Дней 72 Дня Активны Почки И мочевой Пузырь На рисунке Это показано В соответствии С древней Традицией А вот еще Рисунок Суточной Активности Органов Функции Обязательно Воспользуйтесь Этим Сезонная Активность Функции Организма И связанных С ним Органов Давно Установлены Факт Согласно Древним Наблюдениям В течение Года Самые главные Органы Человеческого Организма Печень Сердце Легкие Почки И селезен Коактивность 72 дня Другими словами Это наиболее Благоприятное Время В году Для их Оздоровления Очищения Излечения Поэтому Не использовать Эту возможность Непростительная Ошибка Как это Практически Осуществлять Например Первые 72 дня С начала Года По китайскому Календарю У нас Активна Печень В течение Суток Функции Печени И желчного Пузыря Активны С 23 Часов До 3 Часов Смотрите Рисунок Значит В эти дни Кров Выделяется Большое Количество Печеночных Метаболитов Которые Попадают В урину И делают Ее С родственной Печени Собрать Урину Активировать Его Любым Описанным Способом Можно И упарить И делать Компрессы На область Печени Следует Суточное Время Ее Активности Теперь Если Налагать Годовую Активность Органов Лунный Цикл По лунным Фазам И суточную Активность Органов Мы получаем Уникальную Возможность Целенаправленного И эффективного Воздействия Урины На функции И органы Собственного Организма Из этого Положения Вытекает Главное Правило Оздоровления И применения Уринотерапии Лечить Или Оздоравливать Какой-либо Орган Человеческого Организма Необходимо В период Его наивысшей Активности Сезонной Лунной Суточной В этом случае Достигаются Необходимые Результаты И не бывает Осложнений Продолжение следует